Так, всем привет, мы просим прощения за некоторые технические, так сказать, традиционные для наших стримов неполадки, но все-таки... Ах, это традиционные неполадки, то есть это не в мою честь вот это все организовано, да? Ну, они, знаете, как счастливы все одинаковые, они счастливы каждый по-своему, поэтому неполадки у нас всегда разные, с разными гостями они разные, то есть такое вот очень персонифицированные неполадки. Вот, Екатерина Михайловна, вы можете ее слышать. Я тоже прошу слушателей извинить нас за вот это все безобразие, мы надеемся, что дальше будет лучше. Да, очень надеемся. Вот, поэтому Саша Плющев, Екатерина Михайловна, без изображения, но со звуком, соответственно, с чудесной фотографией. И давайте тогда начинать. У нас как все построено, сначала мы с вами поговорим про то, что нас Саша интересует в большей степени, а потом зададим вопрос. Я видел, вопросов уже очень много прислали вам, вот, за них заплатили деньги, что очень здорово. Люди платят деньги, чтобы задать вопрос? Да. Припиньте, как у Белковского практически. Так у него виртуально, а у нас по-настоящему. У нас все реально. Я ничего не знаю про Белковского и чем он зарабатывает деньги, но про вопросы это интересно, я не знала. Так. Да. Неправда, я вам рассказывал, но не суть. Давайте тогда начнем. Вы мне рассказывали про Белковского? Нет, про то, что мы вопросы собираем за деньги. Да, ничего не помню. Но, наверное, рассказывали. Наверное, да. Хорошо, давайте начнем. Может быть, ну, поскольку мы вряд ли можем уйти от повестки существующей, она как бы давлеет и превалирует. Собственно, 31 числа, то бишь вчера, была новая протестная акция, была не очень массовая, многочисленная. И многие отметили ряд особенностей ее. Это что никто никого не разгонял, людей было не очень много. И, отталкиваясь от нее, в целом, хотелось бы у вас спросить про вот этот протест московский, который был в преддверии выборов. Глобально закончился, он не закончился. И как вы вообще все воспринимаете, всю эту движуху? Я думаю, что мало кто был так рад вчерашнему мероприятию, как я. Потому что отсутствие задержанных обозначает отсутствие необходимости на следующий день ехать, проведывать их в различную ВД Москвы. Поэтому большое спасибо тем, кто все-таки принял решение вести себя прилично и не устроил очередной мордобой на бульварах. Что касается многочисленности и немногочисленности, это очень сложный вопрос. Он вопрос больной, не в смысле даже политическом, а в смысле, я бы сказала, научным. Существует целый ряд методов, которые позволяют приблизительно понять численность людей. Но вот такая акция, в которую люди приходят, уходят и движутся по такому неограниченному пространству, они очень трудно подсчитываемы. Я тут обратила бы внимание на усилия, которые делает наш коллега Алексей Захаров из высшей школы экономики. Он проводит такие опросы на протестных акциях и потом по очень сложной системе пытается вычислить, сколько был человек. Вот у него, между прочим, получается, что вчера в течение дня, вот с двух часов до условных семи, до десяти тысяч получилось у него участников. Я помню, почему я называю эту цифру. Потому что, ну, во-первых, потому что этот человек не политический актор и не журналист, а ученый. Он экономист-социолог. А во-вторых, потому что я помню его предыдущие подсчеты, вот предыдущих акций такого же типа. Значит, у нас были несогласованные, да, 27 июля и 3 августа, 10 августа был уже согласованный митинг. Тогда тоже как-то все смеялись, когда он сказал, что 20 тысяч было, в частности, 3 августа. А потом задним числом выяснилось, что приблизительно он был прав, что столько их и было. Просто каждый человек, который говорит, я там был, их было меньше, он видел свой момент. Вот такая по времени и по пространству размазанная акция, она вообще собирает больше народу, чем мы думаем. Ну, отдельно скажу, опять же, с большим удовольствием, что к вчерашнему мероприятию неприменима методика ОВД-Инфа, которая говорит, что задерживают в случае, так сказать, так называемых массовых задержаний, задерживают обычно каждого 20-го. Поэтому число задержанных умножить на 20 дает нам число участников. Тут у нас это и получилось, потому что на ноль нажать нельзя. И в Москве вообще никого не задержали. Я не знаю, просто хочется какой-то отдельный праздник по этому поводу устроить какие-то хороводы, водить там возле ГУВД Москвы или каким-то еще образом... Но там в ночи задержали какого-то автора канала Автозак Онлайн или что-то такое Автозак Онлайн. Я видела по ОВД-Инфо, да, но их потом тоже отпустили, в общем, как-то не обошлось. В Петербурге задержали трех человек, но тоже, по-моему, потом отпустили. Значит, собственно, возвращаясь к вашему вопросу. Смотрите, есть две вещи схожие, перетекающие друг к другу, но при этом друг от друга отличающиеся. Это протестная готовность, они же протестное настроение и, собственно, протестная активность. Они, разумеется, взаимосвязаны, но не совсем так, как люди думают. Значит, у нас протестная готовность или протестное настроение, то есть когда люди на вопрос, там, приняли бы вы участие в протестной акции, если бы она состоялась в вашем регионе, были на максимуме летом 2018 года в связи с повышением пенсионного оверста. Но, как мы знаем, никаких, собственно, протестных акций, таких вот значимых, не случилось. Потом эта протестная готовность вышла на некоторое плато, она не то, чтобы и снизилась, но она вот затормозилась в своей динамике, но никуда не девалась. А акции, вот видите, пошли. То есть когда людей спрашиваешь, а вот протестовали ли бы вы, они говорят по-разному. Многие люди, которые говорят «да, я богу-го», никуда не пойдут. А многие люди, которые вообще не соглашаются разговаривать даже с опрашивающими, они как раз-то и выйдут. Знаете, на что это похоже в более, так сказать, видимой форме? Вот эти вот отмечания на ивентах в Фейсбуке «интересуюсь, пойду». Значит, ну, все уже более-менее вычислили, что корреляция тут не прямая. Значит, многие люди не отмечаются, потому что им кажется, что это небезопасно, но при этом приходят. Многие люди пишут «интересуюсь» и на самом деле придут. Многие люди пишут «интересуюсь», чтобы получать сообщение об этом мероприятии, но сами не только не собираются никуда ходить, а может быть, наоборот, враждебно к нему настроены, но хотят знать, что там происходит. В общем, к чему я все это рассказываю? К тому, что, собственно, деятельность протестная, вот этот пресловутый выход на улицу трудно предсказуем в наших условиях несвободы, страха и растущей цены протеста. То есть это я не тоже бы хочу оправдать самую себя и всех остальных social scientists в том, что они не могут предсказать какой-то большой барабун, но, тем не менее, это действительно объективно обусловлено. Что мы можем сказать со значительной долей уверенности в том, что вот эти самые протестные настроения никуда не деваются. Сами акции могут затихнуть, стать меньше, на какое-то время прекратиться, а потом опять вспыхнуть по поводу, который мы не в состоянии предсказать, по какому-нибудь случаю, который потом задним числом скажет, ну, кто бы мог предвидеть, что вот это вот-вот что-то, да, вызовет такую реакцию. Ну, все помнят историю с Голуновым, она достаточно недавняя, да. Я помню, что когда все это только начиналось, когда были первые сообщения, я могу признаться, теперь уже постфактум, что, во-первых, я не знала эту фамилию. Да никто не знал. Во-вторых, ну как? Журналистского сообщества. Журналисты, наверное, знали. И в журналистском сообществе далеко не все. Только знали, что существует такой человек, да. Ну, я-то вроде как... Как это? 15 лет на работе в Иудее, как в «Мастере Маргарите». Я начал службу при Валерии Играте. Я довольно много знаю всяких людей, так или иначе, вовлеченных в политическую жизнь. Я не знала этого имени. И я помню свою первую мысль, когда я увидела это сообщение. Об этом можно не беспокоиться. Там журналисты, за журналисты есть кому вписаться. Вот, типа, эти разберутся там между собой. То есть у меня и мысли не было, что это выльется в такой вот, так сказать, первый эпизод этого многосоставного кризиса, в котором мы сейчас уже пребываем. По-моему, все более или менее это признали. А, соответственно, что бы я предполагала дальше, вот так вот рационально рассуждая? Ну, сейчас мне кажется, что вот это самое протестное настроение переместились из организации ожидания и переживания последствий, собственно, акций на свежем воздухе в обсуждение тактики голосования. Голосовать, не голосовать, как голосовать, приходить, не приходить. Вот это вот все. То есть, соответственно, до восьмого мы будем иметь скорее вот эти вот обсуждение как центр некой такой политической жизни, политического бурления. И мне бы тоже казалось, что как судя по вчерашнему, так и судя по целому ряду мелких процессуальных признаков, до восьмого мне кажется, что будут стараться затягивать судебные результаты. В смысле по вот этому московскому делу и по всем отказаниям? Да, по московскому делу, который вообще выглядит странно, потому что 112-ю статью убирают у многих фигурантов. 212-ю, да. 212-ю, прошу прощения, да, массовые беспорядки. Так и вообще по индивидуальным делам, которые легче провести, да, и по которым легче строить приговор, ну вот там кинул стаканчик, уронил урну, вот это вот все. То есть не участие в массовых беспорядках и не организация, а там насилие по отношению к представителю правоохранительных органов. Ну да, при том, что дела, они достаточно быстро все это вели. Вот, вот они вели все это чрезвычайно быстро, и вот там была некоторая странность. Понимаете, есть две материи, опять же, различные, которые часто смешиваются, особенно у неспециалистов. Есть и вещи, которые вызывают возмущение, есть и вещи, которые вызывают удивление. Это не всегда одно и то же. Вот есть вещи возмутительные, ужасные, с которыми там нельзя мириться, по поводу которых надо громко кричать и протестовать, но они не странные. Они похожи на то, что мы уже видели, или они похожи на то, как система обычно себя ведет. А есть вещи странные, они не обязательно самые вот людоедские, но они какие-то такие нехарактерные. Я помню, что когда, вот чтобы проиллюстрировать, что я, собственно, имею в виду, дело седьмой студии, долгое, длинное, с многочисленными эпизодами. Я помню, что когда, уже, наверное, год тому назад, как раз прошлой, по-моему, прошлой осенью, когда начались вот эти вот отказы судьи в переводе Малобродского на домашний арест, первый раз, значит, обратилось обвинение, следствие обвинения поддержало, прокуратура поддержала, судья отказала, второй раз судья отказала, тогда всех что говорили от публика? Вот они, сволочи, садисты, они специально это придумали, чтобы поиздеваться. А я тогда подумала, что-то тут не так. В этом деле что-то хрустнуло. После этого дело седьмой студии стало, ну, я не буду говорить разваливаться, но вот трансформироваться в то непонятное процессуальное нечто, которым оно выглядит сейчас. Вот когда пошли эти скоростные следствия за два с половиной дня, особенно по делу фигуранта, которому шьют дадинскую статью, вот это вот, значит, повторное, многократное нарушение административное, которое превращается в уголовное, тут я тоже подумала, что тут что-то странное. Опять же, странное – это не самое ужасное, это вот такое нехарактерное. Дадинская статья, как ее, с какой стороны ее ни крути, она неживая. Она была конституционным судом, в общем, дезавуирована. Она, то есть на официальном уровне неживая, то есть отпевание уже было. Нет, она на процессуальном уровне неживая, на уровне практики судебной. Попытка ее реанимировать в деле Егорова, Вячеслава Егорова, коломенского экоактивиста, тоже затормозилась. Они ее тогда включили, она как бы поехала, и потом суд городской вернул ее обратно на дополнительное доследование, и Егорову изменили меру пресечения на там тоже более мягкую. Были разговоры, по-моему, как раз даже в 2018 году, что эту самую дадинскую статью будут делать Навальному, потому что у него много нарушений, можно было бы эту завести, эту статью. Я помню, что меня просили комментарии по этому поводу, я тогда сказала, что не будет этого, потому что эта статья ярко выражена политическая. Человек, который по ней пойдет, будет тут же признан политзаключенным, не только нашими правоохранительными структурами, тьфу, правозащитными, прости господи, но и международными. Не захотят они такую устраивать. Визгу много, шерсти мало, больше суматохи, чем результат. Так оно с Навальным и получилось. С Егоровым тоже, в общем, так получилось. Вот с этим новым фигурантом, опять же, за два с половиной дня, к изумлению адвоката и вообще к изумлению всех, кто когда-либо имел дело с судебными делами, ее завершили, да, следствие по этой статье. Но на самом деле не так понятно, как может показаться, что со всем этим будет дальше. Московское дело – странное дело. Я не готова сказать, что с ним дальше будет. Мне кажется, что до восьмого будут стараться людей не раздражать избыточно. Судя по всему, происходит две вещи. Во-первых, так сказать, традиционные организаторы выборов, гражданский политический менеджмент, пытаются вернуть власть в свои руки, которая от них убежала к силовикам. То есть я как раз хотел спросить, вот по поводу того, можем ли мы трактовать отсутствие разгона, как то, что вот эта монополия силовиков в Москве, она как-то закончилась или как минимум пошатнулась? Ой, я не знаю. Я не готова вот так формулировать. Я понимаю, и это нетрудно понять, что те люди, у которых властные рычаги были выдернуты, они будут стараться вернуть к себе обратно. Это тут большого ума не надо, чтобы об этом догадаться. Никто не готов смириться с тем, что у тебя право на принятие решений забирают какие-то другие люди. Как там у Зощенко в «Голубой книге», я еще сама интересуюсь царствовать. Они все еще сами интересуются царствовать. И мэрия Москвы, и администрация президента, ее политический блок, они не то чтобы готовы отдать политическую инициативу Золотову, Патрушеву и кому там еще. При всем том, что они в момент, так сказать, острого кризиса, они будут поддакивать этим людям, молчать или наоборот даже стараться стать большим католиком, чем Папа Римский, посоревноваться с ними в каких-то отчаянных высказываниях, особенно если это анонимные источники. Можно высказываться, а не своим собственным лицом торговать. Это все понятно. Но потом в какой-то момент они будут эту веревочку тянуть на себя. Что из этого следует? Из этого следует еще одна вторая вещь. У этих людей, видимо, есть какая-то очень ужасная социология, которую они нам не показывают, но на основании которой они действуют. Видимо, вот эти вот их опросы, то ли телефонные, которые в ЦОМ проводят, то ли там ФСО у нас еще занимается, какой-то секретной социологией, показывают им нечто чудовищное, нечто такое, чего вот мы тут не в состоянии себе вообразить, а если бы нам показали, то мы бы решили, что это нереалистично и вообще, что это Навальный интересовал. На основании этого снимаются кандидаты куда угодно, в Петербурге и в Москве. В Москве, видимо, все, на кого покажет пальцем Яшин, будут считаться автоматическими победителями, поэтому их надо будет снимать. И в Петербурге, очевидно, речь шла о втором туре, или, может быть, и нет. Опять же, понимаете, от того, что люди так себя ведут, не следует, что они опираются на какие-то реалистические данные. Неадекватная паника так же возможна, как и неадекватная самоуверенность. Вот этот вот настрой, там нас все любят, крымский консенсус крепк, как никогда, мы получили 70% на выборах президента и мэра, и у нас все нормально. Это одна, так сказать, фаза, маниакальная, а есть фаза депрессивная. Нас все ненавидят, 90% против всего. Значит, все хотят выбрать Навального президентом, значит, А Яшина мэром Москвы. Это, еще раз повторю, это две фазы одного и того же умственного расстройства. Они совершенно легко сочетаются в одной голове, более того. Они каким-то загадочным образом не просто в одной голове живут, а в одной единицу времени присутствуют. Это очень странно, это не моя научная специальность, поэтому я не готова сейчас это подробно анализировать. Но мы видим, что называется, на языке действий демонстрацию вот этого удивительного убеждения. Хорошо, а что касается умного голосования, раз про него заговорили, два момента меня сильно интересуют. Первый момент, это... А мы про него заговорили? Ну, когда вы сказали в преддверии выборов, голосования, вот этого всего, мы на него намекнули. Ну, как минимум, сейчас заговорим, даже если не говорили, поскольку не обсуждать это тоже сложно. И два момента. Первый, это то, что вот буквально неделю или полторы назад, когда Ходорковский свой манифест выписал, точнее не выписал, а выпустил, да, и вот тогда появилась какая-то волна тех, кто против, значит, умного голосования, причем с условно-либерального фланга. И вот их с каждым днем становится все больше и больше, они выпускают все больше и больше манифестов. Это первый момент. Вот насколько это лавина, почему она сейчас образовалась, насколько это сильно может повредить самому умному голосованию и к стратегии Навального. А второй момент, это, собственно, ну, ваше отношение в целом к этой концепции, насколько она возможна с точки зрения политического влияния на предстоящие выборы. И я бы сразу добавил, да, насколько она повлияет именно просто прогноз. Да. Ну, вы знаете, вот насчет прогноза нет. Я не даю электоральных прогнозов. Есть, вот, к ним вы спросите, есть люди, которые гораздо больше моего в этом понимают, потому что они занимаются годами и десятилетиями электоральным анализом. Нет, смотрите, не конкретный прогноз, а насколько вам понятно в целом эта технология и как вы ее воспринимаете. Смотрите, да, это вопрос, это вопрос уже, на который я могу пытаться ответить. Умное голосование это попытка формализовать ту тактику, которой придерживается избиратель инстинктивно. Мы это видели на предыдущей выборной кампании 2018 года осенью в регионах России. В Москве мы тогда этого еще не видели, в субъектах федерации мы это видели уже очень-очень хорошо. Это старое доброе протестное голосование из 90-х годов. Только в формализованном, как я сказала, виде, то есть с попыткой свести его к максимальной электоральной эффективности. Люди, не рассуждая ни о Навальном, ни о Ходорковском, ни о либерализме, выбирают эту тактику за любого, кроме того, кого хочет начальство. Это очень понятно. Мы придем и проголосуем вам на зло. Соответственно, что пытается делать умное голосование? Пытается, как это называется, оседлать эту волну и ее направить. Вот эту энергию кинетическую, которая обладает это отвращение людей от обобщенно понимаемого начальства, они пытаются направить ее куда-то, чтобы она стала непреодолимой силой. То есть вот эту вот волну сделать струей из шланга, которая сбивает с ног любого. Или даже такой вот тонкой и особенно мощной струей, которой нам зубы сверлят, стоматологических кабинетов, которая пробивает, даже, как мы видим, самую твердую материю. Это очень рациональная попытка. Вообще, политические инстинкты Алексея Анатольевича Навального обычно верные. Никому так не подходит определение Аристотеля насчет того, что человек политическое животное, как ему. Я не знаю, где он этому научился или он родился такой. Но вот я это наблюдаю. Следует ли из этого, что все должны embrace, как это, обнять эту тактику и ей исключительно следовать? Зависит от того, чего вы хотите. Зависит от того, как вы воспринимаете свой акт или изъявление? Как что? Хотите ли вы продемонстрировать свое несогласие? Хотите ли вы помочь хорошему кандидату? Хотите ли вы повредить плохому кандидату? Хотите ли вы сделать нравственный выбор? Вот как вы себя в этот момент, себя голосующего, себя избирателя осознаете? Поэтому тут кому-то что-то советовать вообще довольно бессмысленно. Нет единой невесты для всех женихов, нет единой тактики родительства для всех родителей. Каждый устраивается как может в тех обстоятельствах, в каких он себя обнаруживает. Это во многом вопрос самоопределения. Что я хотела бы людям посоветовать? Это то, чтобы они задумались именно над этим. Вот я иду или я не иду. Понимаете, абстиненция, отсутствие, действие, это тоже действие. Вы тоже влияете на результат тем, что вы никуда не идете. Вот в этот момент задайте себе вопрос. То, что я делаю или то, от чего я воздерживаюсь, я это делаю, чтобы что? Хочется, чтобы у людей был в голове целеполагание. Вот тогда, как это, или как это нынче называется на модном психологическом языке, осознанность. Вот осознайте, почему и зачем вы делаете то, что вы делаете или не делаете того, от чего вы воздерживаете. Вам многое станет, наверное, яснее. Значит, я, что касается меня лично, я прописана и приписана к злощатому 45-му округу. Политому кровью. Много кого. А 45-й там чья кровь? Там чья только не. Там длинная была история. Это Яшинский округ. Проще скажу. Так мы с вами это, мы с вами соукружание, на самом деле. Я в том же, да. Хорошо. Я, кстати, вот тоже у меня вопрос есть к организатору умного голосования. Вот предположим, я хочу проголосовать как-нибудь максимально умно, но я голосую предварительно. Я, собственно, в день голосования я еду в родную мою Тулу и Тульскую область наблюдать там, как член мониторинговой рабочей группы, наблюдать за выборами от СПЧ. Поэтому я буду голосовать заранее. Мне надо будет прийти в ТИК и там как-то более изъявиться. Вот как мне узнать, кто у нас теперь, значит, Калмогорова у нас сняли, да? Они боты же сегодня запустили, тестируют. Не работает этот бот. Я туда уже записалась. Он мне говорит, к сожалению, я не могу найти ваш адрес. Давайте попробуем так. Город, улица, значит, это мой адрес Советский Союз. Я писала. Город, улица, как он просил. Он мне прислал то же самое сообщение. Дорогие организаторы, если вы нас сейчас слышите, значит, пожалуйста, почините свою машинку. Я очень интересуюсь тем, кому мне отдать свой ценный голос. Но до 3 сентября обещали уже точно сделать. До 3 сентября. Так, смотрим на календарь. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Да, не этого от меня, не этих цитат ожидали от меня, наверное, слушатели, но тем не менее. Но тем не менее, вы разносторонний эксперт. Если календарь заполнена этим шуфутинским, то, наверное, в этом что-то есть. Да, ну вас уже МДК цитируют, поэтому, я думаю, вполне можно соответствовать. Вы знаете, да. Надо сказать, что максимальную за последнее время волну славы и народной любви я гребла не посредством хождения на митинги, не посредством езды по ОВД, не посредством писания чего-нибудь. Даже непосредством статуса великой программы. Даже непосредством статуса, хотя казалось бы. Да, который вы 3 сентября, кстати, вернетесь, я вам напоминаю. Абсолютно точно. Если, как это, ЕБЖ, как любил писать Лев Николаевич Толстой, земляк наш, если будем живы, то выйдем в эфир в традиционное время в следующий вторник. Но, значит, когда я на странном радио «Спутник», есть такое радио, я люблю пропагандистские радиостанции, я всегда на них хожу. Мне там очень нравится. Я вообще люблю пропагандистов. Вот недавно, как раз на днях буквально, значит, я участвовала во встрече с сотрудниками аппарата Конгресса и Сената Соединенных Штатов. Мы там были с Роговым и с Андреем Колесниковым и, собственно, рассказывали про Россию, какая она сложная, многообразная страна. Я всегда тоже люблю такие встречи. Это, правда, жуткая потеря времени. Но, тем не менее, это способ как-то вот рассказать иностранным гражданам, как у нас тут все устроится. И на выходе из того кафе, где все это происходило, меня встретил молодой человек с телефоном. И говорит, я, говорит, телеканал «Россия», давайте я вот вам вопросы задам. Я говорю, ой, а давайте. Вот Рогов, например, Кирилл Юрьевич, он не стал отвечать на вопросы, даже как-то грубо ему ответил. Пархоменко тоже сказал, что не стал. Он тоже на такой встрече был. Такого не ожидал. Это, как, знаете, как свидетели Игова, которые ходят по квартирам, и им вдруг говорят, а давайте действительно поговорим. Поговорим о Боге. Слушайте, я вот всегда, например, так делаю. А давай, действительно. Я же вижу перед собой, представители учащейся молодежи, которые спрашивают что-то, значит, он что-то не знает. Значит, тебе нужно же рассказать. Я рассказала, потом догнала и еще рассказала. Потом он уже как-то торопливо уходил. А потом меня показали, по-моему, на канале «Россия-24» и вышло очень хорошо и мило. Я надеюсь, что всем стало все понятно, то, что до этого им было непонятно. Но мне кажется, вы несколько лукавите, потому что на какие-нибудь, значит, вот это, какие-нибудь 60 минут или вот время покажет. Вряд ли вы ходите, хотя я уверен, что предложение вам периодически приходит. Они зовут, они зовут. Но знаете, как это происходит? Они приглашают так, дорогая Екатерина Михайловна, говорят они. А вот у нас будет эфир, значит, посвященный преступлениям киевской хунты в Киеве, а также в Мариуполе и какой-то там еще луганской хунты в Луганске. Давайте вы придете к нам поучаствовать. Еще у нас будут такие участники, значит, какие-то три полевых командира, как это там, как живопыра и этот вот острый глаз и соломый нос. Потом какой-то политолог, задающий алкоголизмом, еще какой-то депутат Государственной Думы, которого не знаю даже я, хотя я знаю всех депутатов. Приходите, как будет весело. Тут я, конечно, говорю, вы знаете, если вы, например, по Российскому Федерацию будете когда-нибудь вопрос задавать, то тут я обязательно поприду. А вот про это, про все? Нет. А вот у нас еще про Сирию будет. Нет, я и Сирии не интересуюсь. Только Россия, только хардкор. Вот Россия, Россия, вот это все. Все, после этого некоторые звонят, потом месяцев через пять они начинают звонить снова. Так что, если, например, будет какая-то тема подходящая, то я обязательно приду, конечно, не прийти. Ну, то есть, если, конечно, народ будет поменьше, я не очень люблю, когда трое на тро или там шестер на шестерых, там все кричат, у меня связки мои дорогие, поэтому я не это самое, не рассказываю. Так вот, возвращаясь к началу моей мысли, это насчет мутной волны славы МДК. Настоящая слава пришла ко мне. Когда в эфире этого радио «Спутник», этот ведущий внезапно меня спросил про то, то, что надо ли типа ограничивать какие-то жестокие игры, доступ к жестоким играм, вот кто-то опять сказал, шмазал, что вот настреляют в стрелялку, а потом на улицу идут и там стреляют. Тут я, естественно, сказала, что данные науки говорят ровно о противоположном, все с точностью наоборот. После этого, видимо, могучее сообщество геймеров прислалилось признательности ко мне и стало делать со мной веселые картинки мотиватора-демотиватора, писать мне лично, если бы вы знали, сколько народ мне написал. Что типа спасибо вам. Они, видимо, не слышат доброго слова ни от кого. Это правда. Только от меня, но я не настолько медиен. А их надо понимать, опять же, довольно много. Я так подозреваю, что на следующих электоральных циклах просто надо будет выйти и сказать, значит, игроки World of Tanks, приходим, голосуем так-то, и все, больше никакой избирательной кампании вести не надо. По-моему, люди, все вот эти политтехнологи смотрят совершенно не туда, потому что там вот какие-то миллионы просто, они вот где-то там кишат во тьме. Прошу прощения. Может быть, это неуважительно, как они говорили. Не во тьме, наоборот, там на свету. Да не-не, во тьме, потому что во тьме монитор лучше видно, он не отсвечивает, поэтому во тьме все правильно. Во тьме. Их много, и они как-то хотят тоже, наверное, участвовать в общественной жизни, просто не знают как, и никто с ними не разговаривает. Это нехорошо. Да, ну теперь они будут смотреть вас и, так сказать, больше понимать. Слушайте, ненадолго хотел к умному голосованию вернуться. Вы сказали, что каждый как хочет, да, что угодно делать, но ведь эффективность такого метода, да, как и в целом любого протестного голосования снижается со снижением количества участников, которые этим методом пользуются. А, которые пользуются этим методом. Эффективность метода возрастает со снижением явки. При низкой явке любая мотивированная группа, которая приходит на выборы, делает результат. Это правда. Но она должна прийти. Нет, смотрите, подождите. Вот снижение явки, да, оно понятно, что оно помогает, но мы рассматриваем две ситуации. Первая ситуация, когда все, кто протестно настроены, приходят и голосуют, значит, допустим, условно по умному голосованию. Одна ситуация. Вторая ситуация, когда протестные, вот эти люди с протестными настроениями раскалываются. Половина из них идет и голосует по умному голосованию, а половина не идет вообще. И понятно, что во второй ситуации эффективность вот этого условно умного голосования, она снижается. Нет. Почему? Она не снижается. Если эти люди, которые против умного голосования не идут вообще, эффективность умного голосования возрастает. Она снижается, если они идут, но голосуют не за тех. У них-то выбор сейчас не между тем. Они не однозначные ненавистники умного голосования. Они выбирают сейчас стратегию. Им либо там по стратегии умного голосования, либо по стратегии Ходорковского, либо по стратегии еще кого-нибудь. И вот случай, когда они выбирают неумное голосование и при этом могли бы выбрать умное голосование, эффективность снижается, разве нет? Зависит от того, сколько этих людей. Вопрос. То есть, смотрите, в принципе, да, для результативности было бы лучше, если бы они пришли и проголосовали так, как говорит Навальный. Давайте вот сейчас максимально упростим наши формулировки, чтобы было понятно, о чем идет речь. Но если они не слушают Навального, а приходят и голосуют, как им Бог на душу положит, то лучше бы они вообще не приходили. Для результатов, которых хочет Навальный. То есть с точки зрения умного голосования, он скорее должен поддерживать, не знаю, какого-нибудь тактику бойкота, нежели тактику «голосуйте сердцем» и прочее, прочее. Тактика «голосуйте сердцем» для него губительна, потому что она распыляет голоса, а при этом увеличивает явку. В принципе, явка имеет, конечно, скорее символическое значение, потому что нижнего порога нет, выборы отменены не будут. Кроме того, нет второго тура, да. Вот, например, на выборах типа губернаторских, или там президентских, не дай бог, да, всякая идея прийти и испортить бюллетень, она имеет результативность, потому что она приближает вероятность второго тура, да. То есть вы пришли, вы явочку сделали, но при этом вы не дали кандидату набрать 50% голосов. А если он не набрал 50%, то ему нужно идти на второй тур. Тут не такая ситуация, потому что это однотуровые выборы. Не важно, сколько ты набрал, важно, что набрал больше, чем второй человек. Да. Поэтому не обязательно перепрыгнуть через какой-то барьер. А в принципе, для, опять же, если бы Навальным был я, то идеальный вариант какой? Низкая явка, приходят только, значит, административно-зависимый электорат, и мой электорат условного Навального, да. И если мой электорат больше, то я выиграю. Ну да, получается, что так. Последний вопрос в эту тему, и скоро уже перейдем к вопросам с донатов, потому что там уже семь страниц вопросов к вам. Мне всегда казалось, что донаты — это бублики, ну, пончики. Донаты — это бублики, а донаты — это деньги, которые люди платят, чтобы задать вам вопросы. А, то есть это как донейт? Да, да, это донейт. Да, донаты есть, собственно говоря. Все понятно, хорошо, отлично. Екатерина Михайловна узнала новое слово. Да, надеюсь, скоро ждем стримов от Екатерины Михайловны. Давно ее уговариваю. Вот, ну, на Телеграм уговорил в какой-то момент, возможно, и стримы мы увидим. Но пока вернемся к умному голосованию, буквально на еще одну секунду. Основной тезис, который применяется у противников умного голосования, да, который они предъявляют, это легитимизация данных выборов. Хотелось бы спросить у вас, насколько это релевантный тезис? Есть ли сейчас какой-то запрос на легитимность у действующей власти, и действительно ли участие в умном голосовании их каким-то образом легитимизирует? Любят люди употреблять термины, смысл которых не понимают. Легитимизация. И это палка о двух концах. И, точнее говоря, это цепь, связующая две стороны. Цепь великая, как у Некрасова, да, которая одним концом по баре, но другим по мужику. Да, действительно, своим участием вы делаете выборы более выборными. Если на них придет там 1% граждан, то это будет грустно выглядеть, хотя не отменит результат. Чем больше пришло, тем солиднее выглядит приз победителя. Это правда. Но одновременно, если вы голосуете за кандидатов от, так сказать, парламентской оппозиции, прости господи, за не тех кандидатов, которые находятся в списке мэрии, и они благодаря вам становятся депутатами Мосгордумы, то между вами образуется связь, пуповина некая, по которой перетекает от вас эта самая легитимность, от вас, от избирателя. Живой кровью наполняет этого нашего эмбриона. До этого он был наполнен исключительно административной жидкостью, которую ему шприцем прыснули. А тут у него живая крошка пойдет от людей. Это меняет его поведение. До этого он был такой, как в кунсткамере, знаете, уродец. Зелененький в банке плавал. А тут он уже, глядишь, начнет ручками, ножками махать и как-то приобретать розовый цвет и антропоморфироваться. Эта идея не моя, это идея Кынева. Он ее в одном из эфиров, в котором он меня великодушно замещал, он ее высказывал о том, что голосуя за каких-нибудь коммунистов, мы провоцируем раскол в партии, и это очень хорошо. Потому что обе системные партии, наши и КПРФ, и ЛДПР, они переживают, приблизительно тоже переживает вся Россия, а именно перспективу передачи власти от престарелого лидера кому-то еще и дележ наследством. Поэтому поддерживая тех людей, которые используют КПРФ в качестве средства передвижения, мы тем самым наполняем их субъектностью, и они при помощи этой субъектности будут пытаться, если не сместить свою собственную в прогнившую партийную верхушку коллаборационистов, то хотя бы усилить свою переговорную позицию в отношении к с ним. Так что тут я бы считала, что легитимизация, да, происходит, и это хорошо. Ну, многие спрашивают, а как же поддерживать коммунистов? Ну, не только потому, что они сталинисты, а об этом вы в самом начале сказали. Да, еще задолго, да. Это как-то надо крутить в качестве ролика. Нет, я не об этом. Я совсем не об этом. Вот как же поддерживать коммунистов? Ну, если посмотрите на Бортко. Ну, вот человек вообще имел все шансы и взял и снялся. И теперь мы даже, в общем, подозреваем, почему, потому что у него какая-то встреча там с Кириенко была туда-сюда. Как же за них голосовать? Так они же все поснимутся. Ну, вы знаете, советский человек прежде всего трус, а все остальное потом. Это его базовое суть. На это надо как-то всегда делать скидочку большую. Таким его воспитала советская власть, и другим он уже не станет. Поэтому ожидать от этих людей выдающейся стойкости, мужества и вообще хоть чего-нибудь, хоть какого-то позвоночника, не стоит. Мы имеем дело с тем материалом, с каким мы имеем дело. Поэтому, смотрите, вы боитесь, что эти люди снимутся? Да, они снимутся и их будут снимать. Но когда они уже получат мандат, они его не сдадут. Поэтому, да, придется... Ну, если их будет много, если два человека пройдет, то сдадут и продадутся. Если, условно, 20 или 30, тогда вероятность уменьшается. Слушайте, даже два торговаться будут очень сильно. Ну, торговаться будут, но купить их двоих будет проще, чем 30, скажем. Когда они будут иметь уже реальную власть внутри парламента. Мандат у нас депутата Мосгордумы, он не просто золотой, он бриллиантовый. Даже так? Он, так сказать, весит столько, сколько он весит в алмазах. У нас есть всякие увлекательные подсчеты, да, они доступны. Во-первых, какова обеспеченность городскими депутатами на душу населения в мегаполисах мира. И Москва тут далеко в хвосте. У нас очень маленькая дума, она чудовищно маленькая. Их должно быть человек 150, а не столько, сколько их есть. Это первое. И второе, есть увлекательные подсчеты. Сколько, если их поделить на бюджет, которым они распределяют, которым они распоряжаются, сколько стоит каждый такой мандат. И тут Москва на третьем месте в мире. На первом Нью-Йорк, на втором, сейчас забыл кто, на третьем Москва. Что, я попробую эту картинку найти. В хвосте... Четвертый. Нью-Йорк, Гонконг, Лондон, Москва. Ага. В хвосте там будет, наоборот, Анкара. Анкара и Стамбул. Стамбул. Турецкие города. Там, по-моему, депутатов побольше. Значит, московский бюджет гигантский, чудовищный, совершенно, невероятного размера и растет. Это невообразимые деньги. На это обычно говорят, что да, Мосгордума ничем там не распоряжается. Распоряжается закон, почитайте. Их полномочия спят, как спят полномочия всех наших парламентов, включая федеральный. Но спят они до поры доверия. На самом деле, вот эти вот разговоры о том, что это не значащие ничего органы, которые никто никогда не обращал внимания, это показатели успеха пропаганды. Гражданам отводят глаза. Поэтому они действительно до сей поры не обращали внимания на эти выборы и вообще на эту структуру. На самом деле, это сверху важны для тех людей, которые в этом участвуют. Да, первый раз. Больше они не забудут уже об этом. Когда были выборы в сентябре 2018 года, я помню, что я шла участвовать в какой-то там ночи выборов в Центральном телеграфе, как раз проходя мимо улицы Большая Дмитровка, где кого-то били в этот момент, и улица Камергерская, где гуляли люди с шариками, и все это в одном пространстве, как у нас любят. Так вот, там были, значит, какие-то эфиры, крики, вопли, значит, и собрание политтехнологов. Помню, что Кынев там тоже был, и почему бы меня позвали. Так вот, перекрикивая всю эту музыку, я тогда успела сказать одно единственное. Вещь, пока у меня уже не возникли опасения, что у меня сядут связки. Я сказала, что вот эти выборы мэра Москвы, сказала я, последние тихие выборы, которые будут. Вот посмотрите на них, запомните этот момент, вот, вдохните полной грудью этот воздух, больше этого не будет. Каждая следующая избирательная кампания будет проблемной. Я не предполагала, какой проблемной будет самая следующая. Ближайшая. Степень вот этого вот всего, мейхем, как это называется по-английски, всего этого безобразия, она удивила меня, это было для меня неожиданным. Но то, что вот выбрали, тихо выбрали мэра Собянина, а больше так не будет, это было ясно. Похоже, похоже на правду, да. Поспорил бы я с вами, да, все время повторяю то же самое. К сожалению, здесь не надо. Потом про демократию, может быть, подискутируем. Не, не, у нас с вами есть расхождение радикальное, я бы сказал, глубокие, это я сейчас еще не упоминаю наши с вами литературные расхождения, да. Потому что после этого я отключусь сразу и скажу, что все больше я с этими людьми в одном эфире просто не присутствую. На одной волне мои аудиоволны и ваши аудиоволны просто должны смешиваться. Чувствую, что я зачем-то попал в программу статус и меня тут тоже убили заодно. Так оно всегда и бывает. Ну что, перейдем тогда к донатам. Что, Саш, ты начнешь или я начну? Да, давай я начну, а то сижу тут, жду, когда возможно будет. Саша будет зачитывать, собственно, что нам писали, пользователи, их ник и вопросы. Зачитываем мы вам, Екатерина Михайловна, все подряд. Отвечать или нет, ваше право, ваше вообще можете решение. Вообще ни на что не отвечать. Хорошо, да. А если я не отвечу, человеку деньги вернут? Ни в коем случае. Безусловно, нет. Как это? Капитализм. Это безусловная потеря, да. Значит, спрашивает человек с... Ники тут разные, не удивляйтесь, но вас мало чем, мне кажется, можно удивить. Спрашивает человек с ником Сосок Валерий Леонтьев, 300 рублей. Нет, вы знаете, он меня удивил. Отлично. Вы согласны с утверждением Волкова, что в 30-м округе в рамках УГ эффективнее будет топить за Жуковского, а не за Юнимана, лидирующего в соцопросах. Этой социологии я за нее не отвечаю. 22% против 13% средиопределившихся. Так как... Да, я знаю эту историю. Мне написал Юниман, они хотят какой-то устроить там, не знаю что, слепую закупку, слепую дегустацию и что-то еще в этом роде, контрольную закупку и вот налет на магазин посредством Елены Летучей. Я не знаю про это вообще на самом деле почти ничего, потому что это не мой округ. Я не то, чтобы прям так вот изучаю каждого, каждый округ, каждый набор кандидатов. Поэтому не знаю, про Юнимана я слышала, буду ли я участвовать в этой опять же контрольной закупке, я не знаю. Это вообще не моя на самом деле специальность оценивать шансы, чьи бы то ни было. Я только от себя добавлю, я вчера пытался в этом вопросе разобраться, потратил на это достаточно много времени и история в том, что лидирует Юниман в этом округе по социологии Юнимана, который он сам заказывал у какой-то компании не очень хорошо известной социологической службы. При этом по социологии Жуковского не поверите, но лидирует Жуковский. Че? Вот. Поэтому весьма интересно это складывать ситуации, но интуитивно, если вот мы уберем социологии вот и одну, и вторую из уравнения, то мне с трудом представляется, что Юниман может лидировать над Жуковским, во-первых, из-за, ну, медийности банальной, у Жуковского она больше, а во-вторых, за принадлежность... Простите, а кто такой Жуковский? Жуковский это такой экономист, который много выступал по РБК, это такой оппозиционный экономист, который постоянно рассказывает, как все обворовывает, много выступал по пенсионной реформе, и вообще такой, ну, человек достаточно известный, и даже не совсем в узких кругах. И более того, он идет при поддержке КПРФ, поэтому у него ресурсов больше, и, соответственно, бренд КПРФ тоже в рамках, тем более тех, кто в умном голосовании, потому что Навальный постоянно говорит, что, ну, за кого мы будем голосовать? За коммунистов, разумеется. Вот, поэтому мне с трудом, если не брать эту социологию, вериться в том, что условно... Ну, хорошо, давайте мы пойдем к следующему вопросу, мы тут просто ничего умного не скажем, потому что я не знаю, а вы знаете, но спрашивают не вас. Да? Юрий, 333 рубля, Екатерина Михайловна, как следует поступить с Крымом, чтобы выйти из международного тупика? Люди больше не склонны поддерживать правительство из-за него, но отдавать обратно тоже не очень-то стремятся. Ну, тоже не моя специальность, могу вам сказать следующее. Мир полон серых территорий, признанных одними, не признанных другими, всякими северными Кипрами и прочими приграничными кусками земли, которые кто-то у кого-то по какой-то причине когда-то забирал. Обычно, конечно, как выражаются английские юристы, possession is nine tenths of the law, как это сказать по-русски, обладание – это девять десятых закона. Кто сидит в каком-то месте, тот и владелец. Это звучит ужасно безнравственно, но де-факто это так. И чем больше времени проходит, тем больше это все легитимизируется. Это с одной стороны. С другой стороны, практика в этом смысле международная тоже достаточно богата. Есть всякие совместные протектораты, есть всякие особые статусы, есть различные автономии. Это не беном Ньютона. Вот это вот великий вопрос отдать или сохранить. И вот стоят эти несчастные ослы философа Буридана и смотрят налево и направо, пока с голову не помрут. Это все выглядит на самом деле не так. И долгие истории. Может быть, не при жизни от того поколения, при котором, собственно, что-то произошло, что-то изменится. А потом придут другие люди, следующие генерации руководителей, следующие генерации избирателей, и все то, что кажется таким невозможным, таким не тупиковым, оно как-то вот само собой, понимаете ли, решится гораздо проще. Опять же, теми людьми, для которых это не будет вообще ни разу, вопрос жизни и смерти. Ничто не навеки в социальном пространстве. Никакая социальная материя не является вечной. Знаете, в какой причине? Потому что люди умирают и новые родятся. Поэтому навеки не бывает ничего. Надеюсь, это ответ на ваш вопрос. Ну, не мой, но это Юрий. Надеюсь, это стоило 333 рублей. Майкл, ты здесь? Нет, Майкл не здесь, поэтому я продолжаю задать вопросы. И следующий ник у меня не поворачивается язык произнести при Екатерине Михайловне. Последнее слово «сковорода». Боже мой, что же можно такое с участием «сковороды»? Какие-то сочетания. Ну, хорошо, не будем отвлекаться. 75 рублей. Раньше не брал во внимание возможность оффлайн-доната. Вспомнил, что давно хотел спросить Екатерина, я думаю, объяснит. Что же не так с фондом Сороса? Часто его упоминания в пропаганде ставят меня в ступор. Поддержка демократических ценностей вроде благородно или финансирование штатами. Что плохого в этом? Почему все приматываются к Соросу, правительству многих стран? К нему и в родной Америке куча претензий, но там он больше, так сказать, известен не как общественный деятель, поддерживающий демократию, а финансовый спекулянт очень большого масштаба. Таких людей обычно не то чтобы особенно любят. Почему его не любят в Венгрии и в России? Потому что авторитарные, полуавторитарные политические режимы опасаются любых трансграничных структур. Они стоят на суверенитете, на своем, который они понимают, как возможность внутри своих границ сделать то, что им вздумается и никого не слушать. Это утопия, такого суверенитета не бывает, потому что любое международное соглашение ваш суверенитет ограничивает. Подписали всю общую декларацию прав человека, вот уже нет у вас никакого суверенитета, не можете у себя трясить. Поэтому такого суверенитета, как им хочется, у них не бывает, но хотя бы, говорят они, в душе своей, пусть нам, ладно, указывают другие правительства и международные организации, но пусть нам не указывают частные лица из других стран, как нам жить, пусть не лезут в наши дела. Сорос, как считается, лезет, большие деньги вкладывает и таким образом на умы подрастающих поколений влияет. На самом деле, насколько я понимаю, наша страна Соросу обязана чрезвычайно многим, в голодные годы он поддерживал нашу гуманитарную науку и региональные библиотеки, и школы, и чего только нет. Доброго слова не дождался, но вы знаете, эти люди не за доброе слово работают, поэтому тут я бы его особенно не жалела. Он сейчас женится все время как-то много-много раз, и каждый раз все как-то неудачно. Я обычно таким людям как-то интуитивно не доверяю, но вопрос не в моем доверии и вообще не в моей оценке его моральных качеств. Ой, Ларри Кинга не любите за это? Он восемь жрет на него. То его остальные выводы, я бы тоже делала бы скипочку на них некоторую. Но может быть, я несправедлива. Опять же, я всем рассказываю в лекциях друг на другие темы о том, что серийная моногамия это способ половой жизни нынешнего городского обитателя, а вот люди как раз собственно эту серийную моногамию и осуществляют. Но как это вот, может быть, надо было получше подумать в какой-то момент. Может быть. Зато с другой стороны все бывшие жены остаются с элементами тоже, так сказать. Да нет, наверное, все участники довольны. Я же не к тому, что типа зачем ты так делаешь, делай иначе. Не поступай так, как тебе нравится, поступай так, как мне нравится. Я имею в виду, что это отражает некоторую черту в интеллектуальном устройстве человека, который тоже хорошо иметь в виду, когда мы слушаем, что он говорит по другим вопросам, не относящимся к семейной жизни. Какой кошмар. Ты так сказал, Майкл, про алименты, как будто человек создал столько рабочих мест. Ну, в каком-то роде. Ну ладно, неважно. Я только попрошу людей, сейчас небольшой перерыв, пожалуйста, не задавайте больше вопросов, донатов. Там просто их очень много, я боюсь, что мы не успеем, и вы из-за этого Не хотим ваши ожидания. Это у нас какой-то рекордный стрим по количеству вопросов к спикеру, но оно и понятно. Давайте будем стараться коротко отвечать. Типа, да, нет, не знаю. Да, Саша, давай дальше. Константин Терехов спрашивает. Огромное уважение всем присутствующим. Вопрос к Екатерине Михайловне. Как вы относитесь к идее, продвигаемой Майклом, о том, что необходимо вводить ценз на выборах? И второе, каким видите эволюцию демократии и политической власти в мире? 100 рублей. Так, а вы еще из-за избирательной цензы? Да. Но не существующие, которых еще не придумали. То есть, у нас с Сашей есть ощущение, в котором мы уже тут сошлись на стримах? Вот мне, например, недавно прислали статью про людей, которые верят в то, что следы от самолета это след того, что распыляют какие-то химикаты для того, чтобы люди становились послушными. Также есть еще плоскоземельщики и много других групп. И вот нас несколько смущает, что у нас, Саша, и у этих людей одинаковое право голоса на выборах. Нам это кажется несколько неправильным. Точно так же, как у ваших предков, было ощущение, что как это так, у меня мужчины и у глупой женщины, которая даже не училась, нигде будет один и тот же голос, это вообще нереально. Или у меня, у этого грязного крестьянина, конечно же, это невозможно. Разве я не в состоянии подняться душой до идеалов гражданства? Только мы белые мужчины с определенным уровнем доходов, платящие налоги со своего недвижимого имущества, им право голосовать. Сейчас все замечательные рассуждения, в них есть много резону, но, понимаете, исторический момент прошел. Цензоров не будет. Человечество прошло этот этап, оно к нему не вернется. Мы сейчас даже не будем начинать обсуждать, хорошо это или плохо, это хорошо. Но это просто нереально. Нельзя поразить в правах людей, которые эти права уже получили и, между прочим, получили в кровавой борьбе многолетней. Они их обратно уже не вернут. Ценз на самом деле на выборах происходит де-факто. Не де-юре, а де-факто. Люди, которые верят в то, что распыляют какие-то плохие вещества из самолетов, они же будут верить, что бюллетень отравлен. И поэтому к нему нельзя прикасаться. И вообще, что все это организовано для того, чтобы обманывать народ. И каждого, кто придет голосовать, запишут в списке, и дьявол положит на него свою печать. Поэтому они не придут, они не проголосуют. Ценз де-факто существует посредством мотивации. У людей есть мотивация голосовать? Откуда она возникает? Это довольно непростая мотивация. Она не возникает вообще-то у большинства людей. Поэтому на большей части выборов у нас голосует, дай бог, если половина избирателей это считается хорошо. Поэтому нет, никаких цензов мы вводить не будем. Это все в глупости. Коль скоро вы к историческим аналогиям перешли, когда-то и в Советском Союзе думали, что все, общество уже перешло и никогда отката не будет. Но видите, как получается. Иногда история, она не конечна, и какие-то новые вещи приходят. то, что в Советском Союзе считали откатом, на самом деле являлось прогрессом. Откатом был сам Советский Союз. Ну вот, и все думают, потому что он будет продолжать существовать. А вот как развалился. Поэтому история не конечна. Развалился, потому что это было противоестественное образование. Конечно. История не конечна. История не конечна. И более того, мы видим некие ситуативные регрессы в самых разных социумах. Была страна богатая, процветающая, потом, глядишь, все одичали и варят тебе ебу на костре во дворе. Такое бывает. Но вот посмотрите, например, такие жестокие исторические эксперименты, как какие-нибудь вот эти восточно-украинские несчастные территории. Вот людей принудительно погрузили разово, практически не в каменный век, но на несколько ступеней ниже. Обнищание у них случилось, война, насилие и всякое безобразие. Также отключили водопровод, канализацию. Что дальше с ним происходит? Значит, они уезжают, многие из них. Те, кто остаются, остаются. Действительно происходит снижение жизненных стандартов, но не происходит возвращение к каким-то архаичным формам бытия. Не происходит? Не происходит. Ну, то есть, например, они начинают там рожать все срочно по 8 детей с тем, чтобы дети работали в поле. Не делают они так. Значит, интересные наказания тоже как-то не вернулись. Ну, вот как люди пытаются продолжать жить так же, как они жили, только плохо, только бедно. То есть, в некоторой степени социальный прогресс, он, судя по всему, достаточно устойчив. Даже в таких чрезвычайных ситуациях, как ситуации войны и такого вот разового обнищания. Ну, для этого надо доказать, что ценз, это, как сама идея, это архаик. При том, что в Великобритании, условно, она продолжает существовать, там заключенные не имеют права голосовать. Поэтому вопрос архаики, мне кажется, связан с цензами, которые вы обозначили. То есть, расовый, да, какой-то, возможно, имущественный, гендерный. Образнообразный ценз это точно такой же и гендерный. А какие еще могут быть формы? Так я говорю, их пока нет, потому что все говорят, что демократия в существующем виде это норма к ним надо стремиться. Как только общество озаботится о том, что вообще-то неплохо было бы придумать, чтобы плоскоземельщики не выбирали нам президента, тогда можно придумать какой-нибудь ценз. Его пока нет. Значит, лучше агитируйте тех, кто верит в то, что Земля круглая, чтобы они приходили на выборы. И тогда у вас будет нужный результат. Нет. Выстругать тебе, выстругать тебе из полена из нужного избирателя, чтобы он давал тот результат, который мы хотим. Это путь к вот этим самым имитационным выборам контролируемой демократии, прости господи. На это добро мы уже нагляделись. Нет, спасибо. Значит, смотрите, ко второй части вопроса, как у нас демократия эволюционирует. Это, конечно, для отдельной лекции, и она у меня есть. Но коротко скажу следующее. Судя по всему, магистральное направление это расширение участия. То есть внедрение в систему репрезентативной демократии элементов демократии прямой. Репрезентативная демократия это представительная. Выбираем представителей, делегируем им свое право на принятие решения, они принимают решения. Это вот наша репрезентативная демократия нынешняя. Она начинает подвергаться стрессу большому, потому что грамотность всеобщая развелась, и прозрачность. Поэтому люди видят тех, кого они навыбирали, и ужасаются этому. Собственно говоря, те, кого выбрали, они тоже ужасаются, глядя на электорат, и тоже хотят вот его как-то сенсурировать потихонечку. Но ни у тех, ни у других это не получится. Люди все меньше готовы делегировать, все больше хотят участвовать. Они не понимают, в чем принципиальная разница между ними и представителями эстеблишмента. Более того, они считают, что они лучше, чем представители эстеблишмента. Эстеблишмент на это страшно обижаются и говорят, что это грядущий хам, что это разрушение иерархии, что никто грамотных не уважает, что теперь каждый дурак имеет столько же авторитета, сколько и я такой умный, вот это вот все. У меня же есть диплом, почему вы меня не слушаете? Тем не менее, приходится смиряться с этими обстоятельствами, потому что обратно, опять же, всеобщую грамотность уже не загонишь. Соответственно, люди будут хотеть принимать решения непосредственно, и это будет как-то имплантироваться в существующую систему, видимо, начиная с местного уровня, со всяких вещей, которые уже сейчас существуют, типа партиципаторных бюджетов, вот этих бюджетов участия, когда там жителям определенного района говорят, вот там у нас есть 100 тысяч рублей, на что мы их потратим, давайте решим. У нас это все существует в неком пародийном виде всяких там общественных слушаний, которые к тому же еще и запрещают у нас и ограничивают по закону, но на самом деле за ними будущее, потому что иначе граждане будут очень сильно возмущаться элитами, и каждый раз на каждых следующих выборах хотеть выбирать кого-то совершенно другого, потому что нынешние начальники осточертели. В этом смысле мы в мировом тренде, всем осточертело начальство, но у нас начальство пытается как-то удержаться путем комбинации административных ограничений и полицейского насилия. Все равно не получится, придется адаптироваться, спойлер, придется приспосабливаться к общественным настроениям, деваться некуда. Продолжаем разговор. Значит, у нас есть Геннадий и 300 рублей. У него, между прочим, сегодня день рождения, этот стрим лучший ему подарок. Поздравляем, Геннадий! Я присоединяюсь. Вопрос к Екатерине Михайловне. Кажется, сейчас вы человек практически с общероссийской известностью. Вы это замечаете? Вам это нравится? Или, например, вас это пугает? Наконец, вы к этому стремились? Да, это был последний, к чему я стремилась. Много чего я воображала о себе, о своей будущей жизни в юности, но вот любви народной, конечно, не ожидала. Ну, всероссийской известности это положим, на самом деле нет, но надо сказать следующее. Впервые, так сказать, легкий холод по мне пробежал, когда меня стали узнавать в метро. И это, конечно, как это, настораживает для начала. Но, значит, что я хочу сказать. Все люди, которые знают меня в метро, чрезвычайно хорошие люди, приятно на них просто посмотреть. На самом деле, это доставляет удовольствие, потому что люди тебе говорят хорошее, ну, кто бы такого не хотел. Я почему-то, тут, наверное, надо бояться изглазить, но я все-таки уже некоторое количество лет пребываю в разных социальных сетях, я не привлекаю хейтеров по какой-то причине. Я думаю, что я слишком скучная такая тетя доцент для этого. Я не вот как-то не зажигаю народ. Когда мне, видимо, захочется, то надо будет какие-нибудь высказать strong opinions по тем темам, от которых люди начинают лезть на стену, это какие рецепты приготовления еды, что еще, опять же, тактики родительства. Или можно будет сказать, я приберегаю свой список до того момента, когда мне захочется, так сказать, снизить уровень народной любви, список вещей, которые я безразлична, и которыми я не занимаюсь и не интересуюсь. Тут-то все и ужаснутся. Поэтому нет. Пока в той форме, очень ограниченной, в которой народная любовь проявляется, она радует меня, согревает мне сердце. Я считаю, что это как-то вот хорошо и правильно, потому что люди мя-мя-мя, ну как, наверное, слушают же, что я говорю, не просто они там как-то налюбуются, что там любоваться-то. Соответственно, мои мысли проникают в их головы и там инфлантируются. Это, наверное, хорошо. Только вы упомянули родительскую тему, как Наталья Николаевна за 300 рублей спрашивает следующее. Уважаемая Екатерина Михайловна, расскажите, пожалуйста, немного о своей материнской ипостаси. Сколько лет вашим детям? Помогаете ли вы им с уроками? Читаете ли что-то вместе? И что, если да? Так, значит, сейчас надо быстро вспомнить, сколько лет моим детям. Пока вы вспоминаете, я скажу, что вот люди ведь со стороны подумают, что мы сценарий заранее писали. Почему они так подумают? Ну, потому что... Слишком органичный переход. Да, такой, раз и все. А, да, ну да, действительно. Как-то мы все заранее сговорились. Нет, никто не сговорился. Ни с кем. Знаете, почему? Почему это правда и почему вы должны мне верить? Некогда. Сговариваться, вот для того, чтобы сговариваться, это еще нужно выделить время. Мы еле выделили время на этот стрим. Майкл подтвердит, как долго мы об этом пытались договориться. Это правда. Выделив время на стрим, мы с трудом смогли наладить связь. Это тоже правда. Еще какие-то загор ввести, это вообще некогда. Так вот. Значит, материнская ипостаси. Дети моим следующее количество лет. 11, значит, 8 и вот исполнилось 4 30 числа. Исполнилось 4 моей деточки, младшей моей Маруси. Вот. Значит, я не демонстрирую их публике, потому что, по-моему, публика хочет не этого и вообще это никого не касается. Помогаю ли я им с уроками? Вы знаете, я стараюсь этого не делать, потому что, что называется, в моем детстве не было вот этой идеи, что родители делают с детьми уроки. Дети как-то сами делали уроки. Вот мои дети тоже делают уроки сами, но у этого есть другое неприятное последствие. Не суть, что они их не делают. А в смысле, что старшая деточка берет на себя ответственность за своего младшего брата и пытается его как-то педагогически курировать. И из этого возникает, поскольку ей лет тоже мало, возникают какие-то драки, конфликты и прочие ненужные вещи. Я пытаюсь как-то ей внушить, что пусть она занимается своими уроками, а он занимается своими. Она говорит, тогда он же ничего не сделает, все делать неправильно. В общем, вот эта вот метода, когда она сначала с ним дерется, а потом за него что-то пишет, мне кажется, особенно педагогически состоятельной. Ну, в общем, как это, мы с этим работаем. Читаю ли я чего-нибудь? Да, читаю, стараюсь как-то это сделать. Это трудно, потому что ложатся спать они в разное время, старшие там в одно, младшее в другое. И как-то их все вместе совместить трудно, потому что она хочет Федорина горе, а они как-то уже переросли, Федорина горе. Поэтому бывают сложности с выбором репертуара. Ну, вот, опять же, если я скажу насчет того, чего я читаю, это же будет звучать как-то совершенно ужасно. С другой стороны, почему я должна это рассказывать? Книжку читаю, детскую книжку. В ней картинка. Достаточно. Уже хорошо, да. Да, все остальные подробности, на самом деле, не то чтобы являются предметом общественного интереса. Дети, это хорошо, они расширяют нам кругозор, причем непрерывно. Каждый день расширяют в какую-то другую, неожиданную сторону. Не дают оставаться в зоне комфорта. Ирбис Барсовна, 300 рублей. Учитывая нынешнюю токсичность ядра, как вы думаете, какой будет стратегия власти на выборах Госдумы в 2021 году? Ну, нам предстоит партийная реформа, скажу коротко и грубо. Потому что, во-первых, да, с партией власти все не слава богу. Во-вторых, вот две партии, назвала КПФ и ЛДПР, должны как-то пройти вот эту фазу транзита. Им нужно как-то передать власть следующему поколению партийцев. Это все нелегко и непросто. Ну, что называется, если бы, например, быть поумнее, то, конечно, эта проблема решается очень легко. Либерализация партийного законодательства, а дальше партии создают себя сами. И все. Никаких проблем. Мы можем приблизительно, очень приблизительно, потому что мы находимся в несвободной среде, поэтому наша вся социология носит условный характер, но в самом общем виде вот выделить некие протопартии, которые могли бы пользоваться общественной поддержкой, если бы у нас были свободные выборы. Даже не свободные выборы для начала, а хотя бы более свободная система формирования и деятельности этих партий. На что есть запрос? Опять же, это очень грубо сейчас будет, грубо-грубо, прям вот такими мазками, малярной кистью. Но, мне кажется, это надо сказать. Значит, это запрос на левую партию. Партия защиты прав трудящихся. Это, пожалуй, номер один. Партия статуса КВО, партия лаэлистского ядра. За начальство, потому что оно начальство, партия тех, кто либо напрямую, собственно, является услужащими сотрудниками правоохранительных органов, либо их там, так сказать, база поддержки. Это второе. Я называю их, пытаюсь их называть вот в таком количественном порядке. Левая партия будет больше, но партия лаэлистского ядра будет тоже немаленькая. Ядра с буквой Я, конечно же. Да, да. Ну, флора вот то, что называется. Ну, слушайте, сейчас она так называется, можно и так ее назвать по-прежнему. Значит, дальше, что у нас имеется? Как не покажется это сейчас странным и диким, это партия западного выбора, партия европейской интеграции. Ну, яблоко условное. Очень условное яблоко. Я сейчас вообще, как бы, ничего этого нет. Существует только некая вот эта партия лаэлистского ядра, она присутствует. Всех остальных не существует, потому что левая партия, о которой я говорю, это некая ПРФ, хотя она может возникнуть на ее основе. СПРФ, да, все мы помним, голосуем за СПРФ продвигаемые. А что это такое? Это, как это, социалистическая партия Российской Федерации. Это партия будущего, Екатерина Михайловна. Возглавит ее Майкл Наки. Которая будет использовать белый цвет. Нет, возглавить я ее не могу, доконсультировать, если обратятся готовы. У вас там уже какие-то свои, я смотрю, политические планы. Хорошо, а главное, что они у вас есть. Надо смотреть завтрашний день, потому что он все равно неизбежно наступает. И кто с каким багажом туда придет, тот столько ровно и поимеет. Если вы думаете, что на кого-то там свалится чего-нибудь неожиданное, то нет. Кто с чем придет, тот и покушает. Тот от того и погибнет, да. Или так. А кто чего не приготовит, тот без того и останется. Соответственно, идем дальше. Вот наша прозападная партия, которая сейчас вообще декларация этих настроений приравнена к государственной измене, при этом их довольно много. К этому может присоединяться, может не присоединяться либертарианская партия. Российское либертарианство вообще недооценено. Вот эти вот настроения, отстаньте от меня, я сам все сделаю, вы только ко мне не лезьте. Партия минимизации государства в свободных условиях будет, скажем так, иметь осязаемое присутствие. Дальше что мы имеем? Мы имеем партию России для русских. Антимигрантскую партию этнических националистов. Она небольшая, но она будет. Она будет существовать. Но она может вкатиться в условную навальновскую партию. Я не знаю. Это риторика была на определенном этапе. Я не хочу вообще сейчас приклеивать на это никаких ярлыков, потому что это не структуры, это не партии, это протопартии, на которые есть запрос. Понимаете? Ну, идея, да. Это не товар, это не предложение, это спрос. Вот спрос есть, он такой. Дальше там по мелочи у нас имеются, ну, например, партия назад в СССР. Вот таких хардкорных коммунистов тоже будет. Вполне она образует себя. Значит, дальше есть еще одна материя политическая, которая не имеет формы и плавает как газ. Это, условно говоря, я не хочу сейчас говорить, что это партия женщины России, но это партия вот этой социальной повестки. Она может как присоединяться к этой нашей левой партии, так и конкурировать с ней. Это тоже вот, я точнее не могу сказать, но это тоже тут надо поставить галочку. И далее... Алло. Екатерина Михайловна. Так, ну что такое началось? Выборах на почти любых муниципальных выборах. Человек, который придет и скажет, я запрещу вырубку деревьев в нашем городе, в нашем районе вообще под любым предлогом. Я ограничу этажность строек, да, или там я запрещу многоэтажное строительство, побеждает почти автоматически. При этом за него голосуют те же самые люди, которые будут хотеть дешевого жилья. Митрохин сфором. Противоречия они не увидят. Это не урбанизм. Это повестка благоприятной городской среды. Я цитирую довольно часто этот самый опрос, который каждый год проводит СПЧ. Мы каждый год заказываем опросы в конце года, в декабре. Какие ваши права чаще всего нарушались в последний год и какие права наиболее важны? Да, там зеленая повестка активизировалась. Вот, значит, год за годом у нас были одни и те же результаты в первой тройке и во второй тройке. Значит, это было право на... Что-то там у нас было? Право на отдых, право на труд и, по-моему, справедливая оплата труда. Ну, это приблизительно то же самое. То есть такие вот права денежные и продовые. Значит, первая тройка относительно важности прав осталась та же самая, а жилищная. Жилищное право, право на труд, право на отдых. Вот так же. Вот эта тройка осталась та же самая, когда людей спрашивают, какие права важнее всего. А тройка, права ваши, которые нарушались в прошлом году, изменилась полностью и теперь выглядит так. Право на благоприятную и безопасную среду, справедливый суд и свободный выбор. Так выглядит прекрасная Россия будущего, судя по всему. Это самые нарушаемые права 2018 года по результатам нашего опроса. В 2019 году будет декабрь, будет новый опрос. Окей, едем дальше. Я надеюсь, что многие в своих вопросах ответы на них слышат как бы в ответах на другие вопросы, потому что я уже точно могу сказать, что все, мы не успеем. И, пожалуйста, прекратите присылать вопросы. Их еще очень много, а времени очень мало. Поэтому давай, Саша, сразу переходим к следующему. Уинстон Энн Румфорд, 123 рубля. Тут к нам, значит, дорогие Хрюши и Степашки. Нам с нами сразу пропускай, потом на другом странице. Да, значит, дорогая тетя Катя, спасибо за добрые сказки. Кто, по-вашему, лжет больше, кровавая власть или истеричные либералы, не могущие взять власть? Дорогой Геннадий, или он не Геннадий? Он Уинстон. Он Уинстон. Уинстон. Дорогой Уинстон, значит, если вы употребляете оценочные термины, эмоционально окрашенные слова, то они мешают вам разглядеть реальность. Они стоят между вами и действительностью и окрашивают ее в разные цвета – черный, белый, розовый и так далее. Вам необходимо совершенно научиться формулировать свои мысли и свои наблюдения в нейтральной терминологии. Для этого очень полезно, например, читать разные словари или, например, научную литературу, или даже научно-популярную. Вы заметите, что те люди, которые занимаются изучением реальности, они очень редко дают ей оценки. Опять же, вы уже цитируемые мной в «Голубой книге» Зорченко, он там пишет, что у него есть такой пассаж, что вот историки, когда приводят те или иные возмутительные эпизоды, довольно редко прибавляют на полях – вот ведь мерзавец! Или одним гадом меньше! Кровавый Сталин, да. Да. Почему они так делают? Не потому, что у них отшибло все человечество в процессе их научной работы, а потому, что они прежде всего стремятся к контакту с реальностью, не к оценке, не к выражению своего эмоционального состояния, и это вы сделаете у своего терапевта, а к реалистичному восприятию реальности, прошу прощения за тавтологию, данную нам в ощущениях. Поэтому, если вы переформулируете свой вопрос таким образом, чтобы в нем не содержалось оценочных термин, я с удовольствием на него отвечу. Маринка, 333 рубля. Екатерина Михайловна, на той неделе Уткин на эхе рассуждал про супы. Может, вам кулинарный спецвыпуск с ним сделать? Прошу прощения, о каком Уткине идет речь? Василий Уткин, известный комментатор. А он же про футбол обычно. Да, но он у нас ведет утреннее шоу по пятницам. Понятно. Ну, смотрите, ничто так не увлекает человека в рассуждении, как то, в чем он не является прямым специалистом. Это правда, я сама такая. Значит, если кто-то начнет меня спрашивать про теорию и практику изготовления супов, я много могу об этом рассказать, потому что это страшно интересно. Это действительно безумно интересно, вся эта гастрокультура, потому что, во-первых, это часть культуры, во-вторых, это дает нам представление о душе народной, которая воплощена, как известно, в его супе. Кроме того, это можно потрогать руками, это прекрасная медитативная, успокоительная деятельность, результаты которой можно съесть. Что еще в состоянии сравниться по степени удовольствия с такого рода работой? Но сейчас у нас, во-первых, мало времени, во-вторых, вопрос был же не кто, как надо варить суп. А будет ли коллаб с Уткиным? Кулинарную передачу с Уткиным. Я не знаю, как посмотрят на это Уткин. Главное, чтобы не про футбол. Вот это я вообще не знаю. Это, как, опять же, у Набокова талия, это игра, в которую играют клюшкой. Вот с этим у меня особенно тяжело. Кстати, но! Опять же, мне этот вопрос не задавали, но я на него отвечу. По поводу моей проницательности выдающейся, хочу сама себя похвалить, поскольку это связано с футболом. Я помню, что много лет, слушая радио, в том числе радио «Эхо Москвы», я всегда с большой завистью отмечала, какие прекрасные люди и на каком хорошем уровне анализируют ситуацию в спортивных передачах. Я не понимала ни слова, я не знала ни одной фамилии, которую они называли, но я видела, что люди, во-первых, опять же, не употребляют оценочных термин, а всегда сравнивают текущую ситуацию с какими-то другими параллельными историями на других мальчах. Приводят обычно две точки зрения и две версии. Не утверждают ничего определенно, а все-таки говорят, может быть, так, а может быть, те, так, зависит от одного или от другого. Есть некая общая доброжелательность по отношению к предмету своего анализа. Вот, думала я, если бы у нас про политику кто-нибудь так бы рассуждал, как эти неизвестные мне люди рассуждают про эти неизвестные мне иды. И вот почему я делюсь с вами этим наблюдением. Потому что именно из этой среды, насколько я понимаю, так сказать, спортивной журналистики, вышел человек, который нынче считается лучшим интервьюером Российской Федерации, а также автором фильмов с миллионами просмотров. И зовут его... Правильно, да? Юрий Дуй, да-да-да. Совершенно верно. Вот. Так что недаром я сделала это наблюдение. Екатерина Михайловна, там вопрос был, до которого мы точно не дойдем, а он очень далеко, но на него пять тысяч закинули, поэтому задам его, коль скоро мы в кулинарной теме. Ого, так, хорошо. Спрашивают, окрошка на кефир или на квась? Так, важный вопрос, значит, актуальный. Русская окрошка на квасе, но она на белом квасе, а не на красном. Значит, существует большое количество разновидностей кваса, из них главные две, это белый и красный. Привычный нам красный квас сладкий предназначен для питья, белый квас кислый, предназначен для заправки супов, как окрошки, так и ботвини, которые, я думаю, что никто из живущих не ел, в том числе и я, потому что это очень сложное многосоставное блюдо, требует восстановления капрестного права, для того, чтобы это кто-нибудь смог бы приготовить. Белый квас, благодаря возрождению отечественной, опять же, гастрономической культуры, продается в том числе и в супермаркетах. Я этим летом его покупала и делала с ним окрошку. Да, это лучше, чем на красном вазе, потому что красный квас напоминает, особенно, опять же, в своем промышленном изводе по вкусу очень сильно пепсикулу, и он своей сладостью убивает все общее впечатление. При этом то, что на кефире или на айране, или на газированной воде, это тоже прекрасные, замечательные летние холодные супы, которые существуют в культуре всех бродов и называются там каким-нибудь, у болгар есть свой, вот с чесноком такой, да, израильский есть вариант, есть ливанский, есть всякий гаспачо, все это совершенно прекрасно и великолепно. Но наша с вами русская, православная, прости господи, окрошка, она должна быть все же на белом квасе. Еще один интересный элемент из старых рецептов, который не перешел к современности, он стоит вот в чем. А крошка бывает постная, бывает, как вы понимаете, скородная, то есть с мясом и без мяса. Но та, которая постная, она содержала в себе гораздо больше тоже кислого элемента. Вот если мы возьмем рецепты из всяких книг предыдущей исторической информации, то там будут моченые яблоки, и там будут соленые грибы. Вот этого никто уже в наше время туда не кладет. То есть это было очень кислое блюдо, учитывая еще и кислоту этого самого белого кваса, то это, наверное, было своеобразная вещь. При том, что в постную окрошку нельзя класть сметану, потому что это делает ее уже не постной, то она вот состояла из таких вот элементов. Там нет варевого яйца по той же самой причине, но там есть, ну вот, собственно говоря, всякая зелень, лук, зеленый редиска и огурцы. И при этом там еще находятся моченые яблоки, там находятся соленые грибы. Это, наверное, интересно когда-нибудь это попробовать. Вот все, что я имею сообщить об окрошке. Надеюсь, это, опять же, стоило 5000 рублей. Это точно стоило, как по мне. Саша, едем дальше по вопросам. Окс, 800 рублей без вопросов. Спасибо большое. Ирбис Баксовна, 300 рублей. Вопрос. Так, сейчас. Это к Майклу. Тоже мимо. Потом на других стримах, да. Наш любимый... Да, отмечу. Наш любимый слушатель. Такой ник, 300 рублей. Будет ли Чечня входить в состав условной прекрасной России будущего? Если да, то на каких условиях? Ну, вы знаете, дотационные регионы последние, кто захотят выйти из состава той страны, которая представляет им дотацию. Они будут хотеть максимально там оставаться. Вопрос, на самом деле, не в Чечне как таковой, и даже не в дотационных регионах как таковых, а в системе бюджетного финансирования, в системе сбора и распределения налогов. Нынешняя сверхцентрализация, когда сначала центр собирает все деньги из регионов, а потом распределяет им в соответствии со своими представлениями о прекрасном, она, естественно, провоцирует паразитизм в таком чистом своем классическом виде. Как это поправить, спросите Наталью Васильевну Зубаревичу. Она знает гораздо больше меня об этом. Но, поверьте, это легко поправимо. Никаких уникальных регионов с необыкновенным населением, требующим особого подхода, не существует. Кстати говоря, вот на этих даже президентских выборах, когда до Чечни добрались избиратели, прошу прощения, наблюдатели за избирателями, то выяснилось, что электоральное поведение в Чечне, например, в Дагестане, гораздо больше похоже на Центральную Россию, чем мы полагали. Когда на него смотрят, да. Да, когда на них смотрят. То есть это не территории с аномальным населением, это территории с аномальной администрацией, и мы все территории с аномальным центральным администрированием. Это поправимо. Игорь Воронин, 500. Екатерина, в соцсети ваша фотка первоклассницы с колокольчиком сделана на 1 сентября или на последний звонок? Еще бы знать, о какой фотографии идет речь, тогда бы я смогла ответить на этот вопрос. Колокольчиком. Может, вы что-то репостили там по случаю? Вы знаете, да, я была, между прочим, тем человеком, который звонил в колокольчик на 1 сентября, придя в школу, собственно, в первый класс, и от этого осталась фотография. Да, не особо я там хорошо выгляжу, потому что, знаете почему? Одновременно с тем, как я пошла в первый класс, моя мама стала завучен той же школы, где она до этого была учителем. Поэтому, видимо, в рамках некоторого этого самого кумовства я была выбрана на роль вот этой вот самой девочки с колокольчиком. А это был неправильный выбор, потому что для этого нужна маленькая трогательная девочка, которую, соответственно, десятиклассник сажает на плечо и несет ее, и она звонит в колокольчик, и все умиляются. А я была довольно длинная, худая такая девица, поэтому я свисала с этой десятиклассника и выглядела это все не то чтобы очень умирительно. Поэтому не поступайте так, не подведите к начальству, выбирайте самую маленькую девочку, она пусть вам и звонит. Ирпаб 512 рублей, лайк за Шульман, спасибо. Немаша 300, Екатерина Михайловна, с большим уважением. К счастью, увидела вас на канале Николая Солодникова. К сожалению, что так поздно. Как очень разумному человеку вам удается... Почему, к сожалению, как это? Это не устаревает, можно смотреть любой момент. Человек хотел приобщиться раньше. Как очень разумному человеку, как вам, как такому разумному человеку, как вам, удается сохранить душевное равновесие, постоянно находясь в повестке несправедливости, беззакония и, главное, идиотизма? Ну, во-первых, не так уж в повестке идиотизма я все время нахожусь. Бывают тяжелые моменты, иногда вот сидишь на каком-то совещании. Даже нет, когда сидишь нормально, потому что следишь за игрой, смотришь, кто что сказал, и понимаешь, что хотят эти люди. Но потом на улицу выходишь, хочется просто обниматься со всеми... Это в метро даже, граждане. Какие вы прекрасные, какие вы красивые, какие у вас осмысленные глаза, какие у вас лица человеческие. Вы вообще не знаете, насколько вы хороши. Бывает тяжеловато. Значит, но большей частью все-таки я общаюсь с людьми разумными и хотящими хорошего. В этом смысле, надо сказать, мое членство в СПЧ тоже улучшило мою жизнь. Оно мне дало, на голову мне вылило кучу бесплатной работы, чудовищных количеств. Видимо, это коварный замысел Кремля, чтобы я ничем больше не занималась, а главное, не писала бы научного ничего. Но в смысле круга общения я прям приобрела много всего интересного и вдохновляющего. Что касается необходимости совсем иметь дело с паршивым человеческим материалом, то да. Что здесь помогает? Ну, во-первых, я с 18-летнего службы, включая муниципальную. Я видела и не такое. В этом смысле меня трудно как-то поразить. А благодаря своему, как заметила Майкл Маки, низкому эмоциональному интеллекту, я не очень импотирую по отношению к другим людям. Я не то, чтобы их воспринимаю, они в этом году будут сказаны, прям вот как вот таких вот людей, вот как я. Я с ними не завязываю человеческих отношений, я их воспринимаю функционально. Ну, смотрите, вот вы в шахматы играете, да, или вы смотрите на шахматную игру. Вы же не то, чтобы там ругаетесь на коня, почему он такой кривой, почему он ходит буквой Г, почему он не ходит прекрасно и диагональю, почему он какими-то вот такими прыжками прыгает. Или там пешка, почему ты такая убогая, ты всего там на две клетки можешь перепрыгнуть. Вы смотрите на игру, и вы видите в ней ее красоту, ее собственную. Тут, конечно, надо отвлечься на то, что игра идет на чужие отрезанные головы, и это нехорошо. Что эти самые люди с пуговицами вместо глаз портят жизнь другим людям, которые гораздо лучше их во всех отношениях. И это бывает обидно. Но, опять же, когда ты в процессе, ты смотришь на процесс, а когда ты вышел, то там тебя уже окружают настоящие гуманоиды. А потом ты приходишь домой, и там вообще все замечательно. Но надо, то есть, опять же, не надо выключать в себя эмпатию, если она у вас есть, потому что вы не можете сменить свой личностный тип, даже как я не могу сменить свой. Я не могу повысить свой эмоциональный интеллект. Но всем надо читать художественную литературу. Без нее человек сохнет, чахнет, дохнет, и у него словарный запас ужасно деградирует. Вот это, кстати, то, чего я боюсь, потому что приходится находиться вот в этом вот облаке испорченного русского языка, смеси канцелярита и какой-то фени. И, главное, вот этой невнятности слова, которые ничего не обозначают, нанизанные друг на друга родительные падежи. Это ужасно совершенно. И сам начинаешь что-то говорить, думаешь, а если, как я сказал, тошит значит. Это просто место занимает вот эта формулировка, или в ней есть какое-то смысловое наполнение. Вот за этим следить. А для того, чтобы за этим следить, надо читать то, что написано людьми, а не взбесившимся роботами. Но покуда вы госслужбу пережили, где этого было в разы больше, я предполагаю, то не стоит за вас переживать, мне кажется, в этом плане. Нет, я не думаю, что за меня переживать. Отлично мне было на госслужбе. Интересно было и увлекательно. Игорь Боронин. У нас дальше спрашивают 600 рублей. Подскажите, пожалуйста, Екатерина, как нам, муниципальным депутатам, внести в 131 закон поправку, чтобы полиция обязательно регулярно отчитывалась перед нами, чтобы мы могли снять место силовиков, если их отчет не принят. Написать-то не проблема, но как добиться, чтобы такая поправка прошла? Значит, очень правильная идея. Это надо делать. У вас обязаны перед вами отчитываться, но как бы это записано в законе, но нет обязательств, поэтому эти начальники местных полиции не ходят в муниципальные собрания и не отчитываются перед ним паразиты. Значит, как быть? Вам нужно найти какого-то сочувствующего с правилом законодательной инициативы, который внесет ваш законопроект в Сударственную Дугу. Такие люди есть. Напишите мне, я вас сведу с ними. Вы это делаете не для того, чтобы он был принят, вы это делаете для того, чтобы эта идея появилась вообще в пространстве обсуждения. Дальше вы рассчитываете на то, что какой-то другой актор, например, там какой-нибудь условный ФСБ, захочет прищучить МВД, повесив им на шею какую-нибудь унизительную обязанность рассчитываться перед всякой мелюзгой типа муниципальных депутатов. И тогда у вас появляется движущая сила, которая продвигает ваш законопроект и через некоторое количество итераций он становится, глядишь, федеральным законом. Это все делается, и это просто прекрасное занятие. Единственное, что я вам даже хочу сказать с самого начала, это как в суды ходить. Первый раз проиграете, второй проиграете, третий проиграете, четвертый выиграете. Средняя компания законопроектная это два года. Меньше не закладывайте. Два года – это хороший результат. Но, значит, это надо делать. Компания, вот то, что называется Advocacy Campaign – это многосоставная штука. То, что я вам рассказала, это один из элементов. Дальше у вас будет, вам нужна публичная поддержка, вам нужна компания в прессе, вам нужна петиция на Change Forks, все это вам нужно, вам нужно лицо компании. В общем, это все исполнимо. Это сначала рисуется, так сказать, на бумажке план, а потом степенно воплощается. Не ждите результатов быстро и, главное, не… Ну, я думаю, что если вы муниципальный депутат, вы уже научились. Человек, который разочаровывается после первого рецептального результата, он вообще как гражданин еще не родился. Он представляет собой эмбрион гражданин. Это к любым сферам жизни относится, мне кажется. С первого раза не получается ничего. Ко всем сферам жизни это относится, кроме, когда вы делаете предложение девушке, она вам оказывается, второй раз не приходите. Во все остальные случаи, раз первые четыре раза, как минимум, у вас ничего не получится. Особенно это относится, вот, кстати, к родительским практикам. Это вообще жутко как относится. Вот это вот терпение, которое необходимо для всех этих прекрасных дел, оно состоит не в том, что вы терпите какие-то неудобства, оно состоит в том, что вы должны с тем же энтузиазмом и с той же доброжелательностью на 115-й раз повторять то, что вы до этого повторяли 114-й раз. Если он начнет сердиться на своего ребенка, что он не понял с первых пяти раз, то вы, опять же, как родитель, вы еще представляете собой инфантильную личинку. Не получается, не получается, не получается, потом, глядишь, овладел творчески, овладел горшком. И качество вашей жизни сразу резко улучшилось, и все ваши предыдущие затраты силы и энергии компенсировались, окупились. Критическое мышление 500 рублей. После интервью Веника Гордону, так написано, навалился апатия, Путин навсегда, там недруки сидят и так далее. От других ораторов, наоборот, мотивация, власть тупит, скоро страх, скоро крах. Как определить, кто манипулирует людьми, а кто честен? Только изучением социологии с историей, а если автор учебника также манипулирует? Спасибо. Понятно. Я не знаю, кто... Так, сейчас хочется сказать, что я не знаю, кто такие Веник и Гордон, какие-то персонажи из мультфильма «Губка, боб, квадратные шстаны». Из шарика. Я примерно догадываюсь, о ком... Нет, там какие более симпатичные. Я примерно догадываюсь, о ком идет речь, но я ничего этого не смотрела. Значит, смотрите, опять же, дорогой слушатель, если вы будете такой тростинкой, колебленными всяким порывом ветра, что вы посмотрели интервью и сразу очаровались, посмотрели другое интервью и разочаровались, вами будут манипулировать всякие встречные и поперечные, только линии они будут вами манипулировать. Вы чего? То есть постарайтесь делать собственные выводы на основании собственных наблюдений, а также анализы первоисточников, как-то, например, действительно социологических данных. Если вам это как-то трудно и времени нет, постарайтесь формировать панель экспертов, которым вы доверяете. Как определить эксперт, которому можно доверять? Ну, во-первых, хорошо, потому что у него было какое-то базовое образование и ученая степень. Во-вторых, посмотрите его предыдущие прогнозы. Если они имеют какое-то отношение к реальности, то, наверное, это хороший эксперт. Посмотрите, уважают ли его другие эксперты. Найдите первых трех, они вам рекомендуют последующих девять, и так у вас будет расти некоторая прогрессия. У вас образуется этот самый пул или панель людей, на чьи мнения вы ориентируетесь. Никто из них не будет вам предсказывать дату краха режима, потому что крах режима это бессмысленное выражение. Но у вас будет складываться некая научная картина мира, которая позволит вам чувствовать себя уверенно. Именно это придает эмоциональную устойчивость, а не то, что вы послушали вдохновляющую речь. Одна речь вас вдохновила, а другая вас, наоборот, демотивировала. Андрей Гаврилов, за 300, как и обещал, донат за Шульман в эфире. Спасибо. Илья Чеботарев, 100 рублей. Надеюсь, что этот стрим есть за рождение новой традиции. Стримы с Екатериной Шульман. Дорогая Екатерина Михайловна, где, по вашему мнению, находится предел партиципаторной демократии? Когда мы, просыпаясь утром, будем голосовать через приложение за новый законопроект или где-то еще? Очень хороший вопрос. Им же задается политическая наука. Пока ответ такой. Предполагается, что партиципаторность должна развиваться и расти на максимально приближенном к земле уровне. То есть, участие должно касаться, участие в принятии решений должно касаться решений, которые осязаемы. Что построить, что снести, на что потратить деньги в нашем районе, в нашем муниципалитете. В меньшей степени они должны касаться, эта партиципаторность должна касаться формирования правил, то есть, собственно, законотворчества. На нынешнем этапе исторического развития предполагается, что законотворческая деятельность все-таки остается за репрезентативными органами, представителями, за парламентом. Кроме того, те наши западные коллеги, которые ушиблены Бректитом, они считают, что вот нельзя такие инструменты прямой демократии, как референдумы, употреблять для решения общефедеральных опросов, ну, федеральных наших терминов, общестрановых. А нужно только решать вопросы местных. Ну, в это я сейчас не готова входить. Во-первых, прямая демократия и партиципаторные это совершенно не одно и то же. Во-вторых, из-за того, что у вас один референдум был с непонравившимся вам результатом, не значит, что вы должны пересматривать теперь свои принципы. Я думаю, что вот этот всякий краудсорсинг в законотворчестве тоже будет каким-то образом встраиваться. Голосовать через предложение мы все будем, это уже понятно. Как ввинтить этот элемент в законотворческий процесс, не знаю, хотя это дико интересно. Как-то это надо будет делать, потому что, смотрите, в определенной степени ведь это уже сейчас есть. Вот есть люди, которые, например, жалуются, да. Почему депутатами выбирают, кого не попать? Давайте скажем, что нельзя выбирать депутатами никого, у кого нет юридического образования. Они же законы пишут. Логично? Логично, но неправильно. Почему? Почему нельзя устанавливать никаких ограничений для пассивного избирательного права, право быть избранным, кроме минимальных возрастных и ограничений гражданства? Потому что законотворство... Вот ограничения гражданства, я, конечно, не согласен категорически, но да ладно. Мы сейчас не об этом говорим. Законотворство слишком важная вещь, чтобы оставлять ее правоведом. Поскольку это касается всех граждан, то точно так же, как мы берем 12 любых человек, осажаемых присяжными, и мы не говорим, что могут понимать эти люди, да, они же не юристы, они же не судьи. Правосудие тоже слишком важная вещь, чтобы только оставлять ее судьям. Дело правосудия касается каждого, и дело законотворчества тоже касается каждого. Если мы считаемся достаточно умными, чтобы возлагать на нас обязанность соблюдать закон, значит, мы достаточно умные, чтобы участвовать в его написании. Поэтому элементы партицинаторности, собственно, есть в этом всеобщем избирательном праве, не только активном, но и пассивном, то есть праве быть частью законодательного органа. Следовательно, эта система уже построена таким образом, что в нее могут быть внедрены и следующие элементы прямой демократии благодаря новым техническим средствам. Я думаю, что все это вполне-вполне исполнено. А наши слушатели меж тем уже заряжают воду от этого стрима, присылают нам фотографии, я на стриме их показал, вам потом тоже пришли, Екатерина Михайловна. А прошу прощения, что должна делать эта вода? Просвещать, очевидно. Как есть, знаете, как это, святая вода? А это просвещающая. Светая вода через Е, да. Света, это на стриме со Светом. Что-то другое спрашивает за 300. Екатерина, не мешает ли общественная и просветительская работа в вашей деятельности как ученого? Да не мешает не то слово, она ее пришибла совершенно и не дает ей выползти оттуда. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы написать наручную статью нормальную, хороший журнал, нужно три месяца работы, не отвлекаемая ни на что другое. Ну, вот давайте мы все сейчас как-то возьмемся за руки и скажем, что у нас три месяца не будет ни разгонов митингов, ни нарушений прав человека, ни каких-то свидетелей Иегова не будут обижать, ни еще что-нибудь не случится, и тогда я буду писать статьи. Это все ужасно совершенно, потому что мир нуждается в научном прогрессе тоже. В частности, Российская Федерация, например, дико нуждается в учебнике по законодательскому процессу, который никто не может написать, который, как это, сам себя не напишет. Но для того, чтобы этим заниматься, тоже нужно не заниматься чем-то другим. Вообще, проклятие взрослой жизни состоит в том, что на любую единицу твоего времени есть много претендентов. И когда ты выбираешь что-то одно, например, поесть, это значит, что ты отказываешься от чего-то другого. И это другое, от чего ты отказался, оно бродит вокруг тебя, как призрак убиенного тобой человека и царапается в окно и говорит, зачем ты меня выкинул на улицу, пусти меня, я тоже хочу. Это ужасно. Нет никаких свободных клеточек. Любая клеточка, в которую ты что-то вписал, это та, из которой ты что-то выкинул. Важно не выкидывать оттуда еду и сон, а также детей. Хотя им, бедным, тоже приходится в этом смысле, боюсь, что много страдать. Но надо выстраивать приоритеты. Выстраивать приоритеты звучит хорошо, типа давайте выберем, чем я больше хочу заниматься. На самом деле выстраивание приоритетов состоит из вот этой вот цепочки отказов. А поскольку ты уже дожил до определенного возраста, то отказываешь ты не каким-то ненужным людям и не каким-то скучным делам. Уже все это ты уже выкинул на предыдущих этапах твоего личностного развития. А все это хорошие и нужные вещи, все это надо было. Но придется делать не это, а делать что-то другое. И это трудно, сложно и делает нас старыми. Но никто за нас эту работу приоритизации не сможет осуществить. Галина Ка за 300 рублей пишет, что как круто, что мы все-таки заманили Екатерину Шульну к себе. Спасибо. Александр Никитин за 100. Как думаете, чем закончится, чем является не разгон вчерашнего шествия? Мы обсудили уже, да. Изменение стратегии власти, отсутствие какой-либо стратегии и так далее. Все обсудили абсолютно. Значит, АУ за 300 пишет, ничего не пишет, ОВ 813 500 пишет про идею СПРФ. Как вы думаете, насколько эта идея актуальна в РФ и будет для вас требована в нашем мире? Но для этого придется сначала излагать идею. Ну я прям коротко одним предложением буквально. Идея СПРФ это создание как раз современной левой партии, которая опирается не на Советский Союз, образы Сталин и Лейдин, а соответственно продвигает что-то типа того, что продвигает Берни Сандерс, но на базе существующего ПРФ, то есть такой ребрендинг с заменой смысла и заменой красного цвета на белый. Вот вопрос, будет ли это востребовано? Значит, ну смотрите, я не могу говорить о вашей конкретной идее, потому что, опять же, ее нужно более подробно рассматривать, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что левая идея это идея будущего века. По целому ряду причин это так. В первом мире это так по причине достижения некоторого уровня благополучия, за которым следует обязательно гражданский доход. Для второго мира это так, потому что он смотрит на первый и тоже хочет. Как говорит мой коллега Огородник, я тоже Огородник, и тоже большой левак, как и вы, Павел Пряников, главный политический вопрос 20-х годов, где деньги? Он абсолютно прав. Опять же, всеобщая грамотность и прозрачность показала управляемым не только человеческие качества управляющих, но и их образ жизни. Люди начинают понимать, как чудовищно их обворовывают, просто невероятно, совершенно, с наглостью поражающие воображение. И люди, любые права и любые рычаги влияния, которые попадут им в руки, будут употреблять именно на то, чтобы вернуть себе часть отобранного. Это не то, чтобы левая повестка как таковая, но это та повестка, которую легко в левых терминах выразить. Кроме того, все, что мы знаем о ценностях новых поколений, говорит нам о том, что они не до такой степени за свободу, как ее понимали в 20 веке в Западной Европе и Северной Америке, как они за справедливость, за толерантность, за инклюзию, за участие всех, за равенство возможностей и за справедливое распределение. Поэтому вот эти идеи, тот, кто сумеет их сформулировать, тот, кто сумеет их выразить в своем лице политически, разумеется, эти люди будут бенефициарами всех последующих десятилетий и всех последующих выбранных компаний. Разрешите представиться Майкл Наки бенефициар. Бенефициар is my second name, говорит он. Стали сплав за 100 рублей пишет, какова ваша позиция по ган-дебейт, ну, то есть по оружию, есть ли у людей, естественно, право на самозащиту путем гражданского оружия? Вы знаете, это очень американская штука и Америка в этом уникальна. Остальной мир как-то не так пошел развиваться и продолжает развиваться не так. Нам с вами, если мы переходим на наши реалии, нам с вами нужно вернуть право на самооборону. У нас чудовищное законодательство в этом смысле, еще более чудовищное даже по сравнению с законодательной базой судебная практика. Нам надо с этим что-то делать и, ну, понятно, что делать, это все, опять же, не виновник, но все это есть уже готовые тексты. Нам нужно менять законодательство с тем, чтобы самооборона не была до такой степени показуема. То, та стадия, так сказать, разоруженности и беззащитности, на которую сведено наше население, противоестественно. Этого быть не должно. Из этого не следует, что надо раздать всем по пистолету, но из этого следует, что того законодательства и той практики в этой сфере, которая сейчас, быть не должно. Она заполняет тюрьмы людьми, которые защищали свою жизнь, прежде всего, женщинами. Этого быть не должно, это надо все менять. Так, значит, поехали дальше. Давайте мы, коллеги, давайте мы будем пытаться закончить в 6 часов, потому что мои, как это, вокальные ресурсы не безграничны. Подождите, мы же начали на полчаса попозже. Можем ли мы хотя бы до 15 минут? Мы начали на 20 минут попозже. Поэтому планировали 2 часа, я предлагаю придерживаться. Майкл, если вы хотите слышать меня во вторник, то вы должны понимать, что из той клеточки, в которую, как я только что говорила, в которую что-то вписывается, из нее должно что-то выписаться. Давайте тогда пойдем другим путем. Значит, мы с вами попробуем взять еще 3 вопроса. Хорошо. Майкл, может быть, ты что-то тоже из последнего там прочтешь? Да нет, Саша, рассуждался, у меня они открыты, они просто... Хорошо, извини. Выбирай. Да, я просто посмотрю по вопросам еще. Я пока напомню, пока ты выискиваешь вопрос, что Екатерина Михайловна с 3 сентября возвращается в программу Статус и каждый вторник в 21 час на их Москвы можете ее слушать и тоже задавать вопросы в социальных сетях Москвы, там по 3, каждому эфиру мы выбираем. Так что обязательно пользуйтесь этой возможностью и слушайте Екатерину Михайловну, потому что, как мы видим даже по нашему стриму, очень, Екатерина Михайловна, вы невероятно популярны. Невероятно, такого еще не было у нас. Елена за 300 рублей... Я думаю, что вы говорите это каждому спикеру, чтобы его подбодрить. Нет, не каждому. Елена, 300 рублей. Вопрос. Если результаты у многого Сани будут успешными для оппозиции, какова вероятность, на взгляд, Екатерина Михайловна отмены выборов или изменения правил проведения? Ну, смотрите, наша избирательная система трещит по швам. То есть она подверглась такому стресс-тесту, который она не выдерживает. Вопреки обыкновенному представлению о том, что все рисуется и все результаты будут такие, какие надо, на самом деле она построена под определенные условия. Мы очень хорошо знаем, как это работает. Мы знаем, как работает система фальсификации, мы знаем, как работает система недопуска, мы знаем, как работает контроль над финансовыми потоками в ходе избирательной кампании, как работает контроль над медиапространством. Это все очень разумно выстроенные, эффективные инструменты, но они, что называется, для определенного климата. То есть вот как у вас есть машина, которая заводится при температуре от минус 20 до плюс 30. Но если у вас температура вдруг упала до минус 45, то ваша прекрасная машина перестает заводиться. Наша электоральная машина находится ровно в такой ситуации. Она работает сейчас на пределе, на изломе. Вот эти отчаянные снятия кандидатов с выборов говорят о том, как операторы машинного доения оценивают состояние своего машинного доения. После этого, после того, как эта кампания пройдет, они будут собираться в своих подвалах верных и думать, что им делать дальше. Та система, которая была создана в 2000-е годы и работала в течение последних практически 20, хорошо, 15-18 лет, она не может так больше работать. Либо ее надо перестраивать, либо ее надо адаптировать. В общем, надо что-то делать. Что придумают эти умники? Ну, посмотрим. Есть хороший простой рецепт все отменить, но это значит полностью отдать власть от гражданских военным. Гражданские люди, они там не либералы какие-то системные, прости, господи, давно не существует, если когда-то они существовали. Что тоже вопрос. Гражданские политические менеджеры нужны только тогда, когда есть выборы, которые они знают, как выигрывать. если этого нет, значит, они не нужны. Контролировать финансовые потоки может любой сотрудник Федеральной службы безопасности. Там много прекрасных людей, молодых, бодрых, образованных, патриотично настроенных. Они замечательно займут все вакансии, которые сейчас занимают вот эти вот никому не нужные люди, которые едят свой хлеб даром, судя по всему. Так, я отобрал тут два вопросика, Саша, если позволю. Давай, давай. Один тогда не вопрос, но просто донат, поскольку он очень крупный, зачитаю его. НАТО прислало 30 тысяч. Ничего себе. С вопросом, а как продлить Екатерину Михайловну или повторить? Прошу прощения, а вот эти вот деньги, они идут на что? Да не на что. То есть вы к себе забираете, что ли? Типа того, да. Так, значит, вы, ты самая, по итогам этого, по итогам этого стрима вы в свою очередь делаете донейшн ОВД-инфо. Хорошо? Думаю, это будет справедливо. Это будет очень справедливо. Хорошо, договорились. Так в чем вопрос? Они в чем просто спросили, как повторить стрим с вами подлить, но, соответственно, сейчас начинается учебный год и, в общем, все становится более-менее безнадежно. Знаете, что можно, давайте, вот это самое, в рамках раннего планирования? Есть месяц декабрь. Так. И там все делают друг другу подарки. Так. А на декабрь еще можно что-то планировать. Все остальное уже, я боюсь, что ничего уже не влезет. Я помню, когда я в детстве читала про какую-нибудь там, какую-нибудь рок-звезду, чей график, ее гастрольный график, его, расписан на три года вперед. Я помню, читала, думала, вов, здорово. Никто мне не объяснил тогда, что ничего хорошего в этом нет вообще. Бойтесь своих желаний, как говорится. Нет, я не то, что желала быть рок-звездой, я просто думала, что вот живут же люди, да? Ха-ха-ха. Не желали, но так вышло. Так, вопросы. Александр, 75. Екатерина, Майкл говорит, что движение Мету это большое благо, так как богатые и влиятельные люди могут нанять лучших адвокатов и уйти от ответственности, а общественное мнение может уничтожить их карьеру без всяких правовых формальностей. Пожалуйста, объясните ему ценность презумпции невиновности. Компания Мету это значимое социальное явление, это часть большого процесса феминизации, то есть увеличение присутствия женщин в социальном пространстве и, соответственно, рост их влияния, что, в свою очередь, является частью еще более глобального процесса демократизации, то есть вовлечения в процесс принятия решений и влияния на эти решения тех людей, которые не обладали правами и голосом де-факто, хотя обладали им де-юро. Это вторая великая волна демократизации, ну или третья, смотря откуда вы считаете, после революции прав так называемых 60-х годов. Это великое дело, счастье, что мы являемся современниками такого рода вещей. Презумпция невиновности переживет. Все, что придумали римляне, они придумали навеки, и, соответственно, их институты, их механизмы, которые ими созданы, вот они, видимо, действительно бессмертны. Когда вам говорят, что Рим вечен, это не имеет в виду город Рим, это имеет в виду вот эта вот самая их цивилизация. Поэтому не волнуйтесь за презумпцию невиновности. Действительно, в момент смены нормы, как это сказано в Евангелии, должно смениться социальной норме, но горе тому, через кого и на чем примере меняется социальная норма. Это ужасно. Это ужасно. Я понимаю, что это звучит, как лес рубят, щепки летят. Лес не рубят, растет новый лес, но через каких-то неудачно севших людей и он прорастает прямо вот непосредственно сквозь них. Это довольно чудовищно. Но социальная норма устаканится, она сама себя уравновесит через некоторое время. Плохо быть ее жертвой, но, вы знаете, пока что-то не выглядят эти жертвы ни случайными, ни невинными. Может быть, они не самые виноватые, но то, что по ним именно проехал поезд прогресса, опять же, еще раз скажу, это не выглядит, так сказать, рандомной репрессией. Они знали, что они делали на самом деле. Значит, человек 33 рубля. Все, последний вопрос, это Саша. Настолько ли он хорош? Ну, давай. Вопрос по политической истории. В чем, по-вашему, заключается причина того, что в большинстве стран бывшего СССР так пока и не удалось построить нормальную демократию? В чем отличие от тех стран, где удалось? Страны бывшего СССР очень разные, демонстрируют самые разные паттерны политического поведения, что еще раз нам доказывает, что историческая общность никого на самом деле не объединяет. У нас есть страны Прибалтики, у нас есть страны волатильной демократии, такой устаканивающейся, Армения, Грузия, Украина, у нас есть Россия, не похожая ни на кого, у нас есть Белоруссия, похожая на Россию, но и отличающаяся от нее. Интересная, кстати, политическая модель, ее тоже у нас обычно они как-то неправильно воспринимают. Мне кажется, что когда там произойдет транзит, власти Белоруссии гораздо легче станет парламентской демократией, похожей на североевропейские, чем сейчас все полагают. Она к этому больше готова, чем люди думают. Это так, как это, отдельное замечание. И есть среднеазиатские деспотии, которые выглядят такими, да, классическими ресурсными тираниями, но тоже отличаются друг от друга. Поэтому у каждого своя судьба, каждая несчастная семья несчастна по-своему, каждая счастливая по-своему. Единственное, что можно сказать, это то, что нет никакого общего динаминатора, нет никакого общего знаменателя, который бы определял судьбу этих стран именно потому, что они постсоветские, да. Например, те же самые страны Средней Азии гораздо больше похожи на многие центрально-африканские такие же ресурсные диктатуры, чем они похожи даже на Россию. Ну, все. Спасибо вам огромное, Екатерина Михайловна. Отпускаем, Екатерина Михайловна. Спасибо огромное. Это было нелегко, хочу вам сказать. Это тоже как прямой эфир. И как это выпивает из спикера свой стакан крови. Но это было интересно. И еще хочу сказать вот что. Какие замечательные люди задают вопросы. Боже мой. Почти ни одного дурацкого вопроса никто не задал. Все вопросы прям вот интересные. Прям хочется отвечать. Но там еще пять страниц вопросов. Да, вопросов еще очень много. К сожалению, на что успели. Я не знаю, как ты их засолил на будущее. Даже не знаю, каким образом. Нет, не засаливать. Нет, до декабря хотеть засолить. Мы можем попробовать. Нет, в декабре будут свои песни декабрьские. Ну, мы их разберем. Там часть просто благодарна за то, что разберем. И посмотрим, что делать с остальными. Нам тоже очень совестно, что это произошло. Много благодарности вам, как спикеру. В любом... О, я слушаю, Майкл, можно знать, что делать. Можно посчитать незачитанные вопросы и, значит, пожертвовать ОВД. Согласен. Ну, а слушайте, вот это вот, это справедливо, справедливо и правильно и благородно. Я поддерживаю это предложение. Все, на этом выключаем. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо вам. Ставьте лайки. Спасибо всем, кто боролся с техническими трудностями и поборол их. Это вам в первую очередь, Екатерина Михайловна. Спасибо всем. За терпение, да. А то у нас были спикеры, которые технические трудности их демотивировали и стрим пришлось отменять. То есть они просто заплакали и ушли, да? Вроде того. Да, вот. У меня микнула такая мысль, но потом как-то я ее отогнала. Да, все ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, все такое. Так, трансляция...